Все, я не видел вас. Вот именно я говорю, надо смотреть. Ты только на дорогу смотришь. Поколки. Мы уже пришли. Обратно вывезешь. Что, еще не мылись? Так, еще одна минута до начала. Так, все. Поблагодарим Бога и попросим милости. Царь и Николай. Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Услыши нашу молитву. Мы все желаем спасения наших душ в вечности. Сохрани нас от того, чтобы враг пленил наш разум, чтобы он руководил нашей жизнью. Но Ты, Царь, стал нас Духом Твоим Святым. Прибудь с нами. Сохрани нас в этих рассуждениях, научениях от всякого заблуждения. Тебе, Боже, слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У нас несколько необычных занятий. Необычных, чтобы могли поднять руку, кто не согласен. Поднять руку, чтобы я видел только. Я прямо сразу прерываю. Человек может сказать не больше одной минуты. Главное, опровержение. Я просил взять бумагу, карандаш и записать. А другие, чтобы могли переписать его. Тема непростая. И сразу скажу страшная. По беснованию. Что такое беснование? Иногда называют одержимость бесами. Иногда говорят, вошел в него бес. Вопрос так. Это видимо или невидимо? Или никто не знает? Родные живут? Они могут это видеть? И сам он замечает или нет? Что-то не то делается. И что, беснуется только люди? А животные в стороне? С какого времени это началось? Как это долго будет? И как от этого избавиться? Как это не допустить? Потому что бесноватых в царстве Божьем не будет. Это просто и понятно. Мы будем пользоваться четырьмя параметрами. Первый. Безусловно, для всех приемлемый. Это Священное Писание. Святая Библия. Что она нам говорит об этом? Второе. Мы православные. Для нас очень важно, что говорят об этом каноны церковные. Каноны это семь вселенских, девять поместных соборов и правила святых отцов. Я кратко могу сказать, сколько правил сегодня действующих. 719. И в них вкрапляется очень часто довольно. Вот это лечится. Я дам статистику, сколько раз говорит Библия. Третье. Это житие святых. Это ни худо, ни бедно. 1173 жития. Я выдаю данные, потому что я занимался этим, насчитывал житие святых. Если говорится, Анфим не комедийский, все еще наша община, это не означает, что он один. Это означает 30 тысяч. За одним именем 30 тысяч. Там иногда выделяется дом, но еще больше никого и нет. И четвертое, что об этом говорят святые отцы. Труды святых отцов. Это патрология меня. Это 300 томов. Спрашивают, а вы все их читали? Я скажу, не видал в глаза даже. Много я читал, много отзывов слышал. Их никто не знает. Я ни одного еще человека не встретил. Где бы человек вышел и сказал, я их все прочитал. Или я в глаза видел. И пока ни одного нет. Почему? Потому что трудно достать, многое уничтожено. А кое-что не переведено на русский язык на сегодняшний день. Вот почему. И не переведено бывает умышленно. Понимаете? Умышленно. И при том это делает умышленно, не переводят святые отцы, канонизированные. Архиепископ Брюссельский Василий говорит об этом так. Феофан Затвордник, переводя, он грешницкий знал язык, не решился перевести некоторые труды Симеона Нового Богослова. Не решился. Такой соблазн в народе будет. Как соблазн? Урега сразу соблазн, это значит какой-то тайный грех, там интимный. То, что читая Симеона Нового Богослова или Исаака Сирина, Исаак, человек простой верующий, может впасть в отчаяние. Так я, выходит, совсем тогда неверующий. Не зря этих людей называли ангелы во плоти или человек на небе. Я начитывал труды святых отцов. Златоусты я читаю, иногда час-полтора читаю. Дорожка сколько идет, бывает всю дорожку начитаю. Не остановлюсь. Грех я не мог начитывать. Нистина, которые не читали, не знают. Но как не мог, ты же читать, ну лишь. По-русски переведено, я не могу. Я читаю 15 минут, мне надо не просто прочитать, а ложить смысл туда. А смысл в интонации голоса передается, что я понимаю, о чем считаю, не просто тарахтю. 15 минут, но больше у меня не хватает. У меня разведенная йог, вода. Я пью, днем никогда не ложусь. Здесь я ложусь. Полностью вырубаюсь. 15 минут, я снова начинаю читать. 15-20 минут полностью вырублены. И поэтому, когда я Теофана Затворника прочитал, многие знакомые говорят, как мог не перевести. И я его понимаю, потому что начитывал они у меня на сайте, даже эти труды стоят. А правильно ли они говорят? Мне не решать. Это уровень я не достиг. Я не могу об этом говорить. Но думаю, что святые отцы, если дано было им так, то плохого бы они не написали. Это другой народ был. Но они как-то перешагивали непонятно как, эту грань, связующую смертного человека с ангельским миром. И человека смертного буквально вводили туда. Как ты должен жить, как ангел на земле? Почему их называли ангелы? Это только два человека. Симеон Новый Богослов и Исаак Сирин. Нефрем Сирин. Потом отдельный Акафис такой. Видите, какой Акафис? Некоторые, может, не знают. И называется так. Акафис Пресвятой Богородицы. В честь иконы ее прибавления ума. У кого ума не хватает, считают. Тираж 10 тысяч. По крайней мере, с 2000 года должно было быть бы на 10 тысяч больше умных людей. Но пока этого не видно. Я коснусь и его. Потому что это связано с умом. Повреждает. Когда дьявол ходит в человеке, он портит его. Первым делом он портит душу. Второе, он портит лицо. Лицо это зеркало души. Такое выражение есть. Оно не библейское, но отражается. Действительность такой. Сверек у человека. Бывает, человек долго в лагере был, заключенный. Он не может прямо смотреть. Он садится. Он не может. Во-первых, изувеченная душа. Во-вторых, он оборвал и все время глядит, где еще скачет. Душа человека. Бывает веселая. Вот мы были в Беслане. В Беслан, где захватили детей. Где там столько детей погибло. И там в библиотеке одна женщина. Ну, она у меня где-то снята даже была. Мы фотографировались. Видать, Чеченка. Видно, что лицо у нее, это, бывает, черты лица показывает, какая она была девушкой. Просто видно, красавица была. И вот этот скорбь наложила такую печать. Она говорит, все, печаль буквально сочится с лица. Она потеряла там детей. Я с ней рядом стою, я чувствую, как эта печаль охватывает меня. Я стою рядом и заплакал. Я не мог смотреть на нее. И она говорит, я не могу выйти из этого. Далее, я в Буденновске, когда захватывали больницу, и у меня ролик интервью с женщиной, которая была в заложницах. Что они там испытали? И она никак не хотела давать интервью. Я вторично вернулся в эту больницу и стал говорить, тогда она стала говорить, ну, для меня очень это тяжело. Я говорю, это опыт. Я увидел, какие там отзывчивые люди в больнице, как они встретили. И ее поощрили к этому, чтобы она рассказала. И как я подарил книги, и как начальница тут же побежала к главному врачу, и печать, все, у меня документ на это есть. И я обращаюсь именно к тому, что у нас в теме. Об этой темной личности, у которой несколько названий. Можете записывать. Бытие 3 глава. Мы его встречаем под именем Змея. Дальше. Откровение 12 глава 9 стих. Говорится о том, как он оказался на земле. 12.9. Об этой личности говорится у пророка Исаии. 14 глава целиком. Исаия 14 глава. И Иезекииля 28. Как он говорит, какие у него планы, какие у него замыслы, эти две главы. Просто он открытым текстом говорит, чего он хочет. Сяду в сонны, буду подобен Всевышнему. И на краю севера. Почему не на юге, а на севере. Это все вопросы, которые поверхностно освещаются у святых отцов. Поверхностно. Глубину никто не знает. Иоанн Латаус говорит так. Что послужило причиной падения? Он же был отсиняющий хирургин. Ни один человек не знает. Но намек в одном месте Писания есть. Я его много раз считал. Наизусть знаю, но никогда не подумал, что к этому относятся. Вот почему важно не отвергать святых отцов. Иоанн Латаус говорит, когда руку полагается Пресвитера, не должен быть из новообращенных, был не верующий, а теперь уверовал, искренне уверовал, дабы не подпасть осуждению вместе с дьяволом, в гордости. И вот за это слово здесь Иоанн Латаус засыпляется и показывает. Пал от гордости. Сначала молодой, но недавно уверовал, а теперь он Пресвитер. Маленько погодя, его епископом поставили. Он не хочет, а у него все подчиняются, целуют и прочее. И он начинает гордиться и подпадает осуждению вместе с дьяволом. Это главный козырь священства. А кто ты такой? Как ты со мной разговариваешь? Они подвержены этому. И это говорится посланник Тимофеев. Далее. В Откровении 20 глава 2 стих. Там написано 4 названия у него. Называемый дьяволом и сатаною. Древний змей, дракон. Это его название. Это одно место в Библии, где все его имена, звания. Там маршал, губернатор, президент. Все в одно собрано. Это увидел или открыл Иоанн Богослов. Неапостол Павел. Я буду только места называть. Лука 8, 12. Для чего дьявол приходит? Беснование узнается по его присутствию и по основным его качествам. Это Евангелие от Иоанна 8, 44. Основные его качества – это ложь и убийство. Он есть человек-убийца и лжец от начала. От самого начала. Вот это интересный стих, когда мне Евангелие попало в руки в 62 году. Это первый стих, который я заучил наизусть. Он меня буквально ошеломил. Он заставил взглянуть на все. Я работаю на корабле. Я увидел воочию его, где он действует. И в первую очередь, конечно, увидеть, как он мной вертел и как хотел. Но молитва матери, очевидно, и дедов-матерей, они меня сохранили, бабок. Они провели меня по лезвию ножа. А теперь уже понятно, где это. Вот. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 стих. Господь говорит, один из вас дьявол. Не сказал руководиться дьяволом, а дьявол. Я вас избрал, 12, но один из вас дьявол. И вопрос. Ну, если бы избрал я, друзья, понятно. Ну, не рассмотрел. Человек хитрый. Но для Христа он известный был, этот дьявол, когда он еще не родился. Когда еще 108-й псалом не был написан. Который прямо касается Иуды. Да имя-то такое родители выбирают, когда имя-то такое. Борислав, Владислав, Владимир, владеть миром. И оказалось, что имя-то в имени этом что заключено. Иуда означает славный. Родители как назовем его Иудой. В честь царского колена Иудина. А сегодня я не встречал ни разу в жизни ребенка, названного в честь Иуды. А у нас Иуда, не один Иуда святой. Из апостолов Иуда святой, не Искариотский. Из святых отцов Иуда встречается. И патриархи Иуда. Но родители, даже на этот день родиться, выберут любое имя, только Иуда не назовут. Потому что в народе слово Иуда ассоциируется только предатель. Корыстолюбный. Бодлый. Это человек беспринципный. То есть это все включается в одно имя. А имя означает славный. Кто бы не хотел, чтобы ребенка звали славный. Это у пельгиза, они когда называют ребенка, один умер ребенок, они боятся, что второй умер. А берет, что шайтан берет дьявола, они знают. И они стараются ее назвать так, чтобы дьявол не взял. Я говорю, как, ну вот этого назвали собачий кал. Дьявол подойдет, понюхает, говорит, отойдет и ребенка брать не водит. А славный. Дай Бог, чтобы были славные дети. Притча Соломона. Двенадцать. Двадцать четыре. Не притча. Премудрость Соломона. Премудрость. Это не каноническая книга. Написано, завистью дьявола смерть вошла в мир. Какая причина? Завистник. А ему что завидовать-то было? А что на его место, как святые отцы понимают, входят святые. И вот сколько дьяволов было приверженцев, третью часть он обольстил на небе ангелов. Ангелы были все. Ангелы святые. И третья часть поверила ему. Сколько это миллиардов, миллионов, но не тысяч. Теперь понятно. И вот сколько у них было квартир, написано, жилищ. Вот столько должно быть спасенных. Пока полное число не восполнится. Но это мнение святых. Я не знаю, так, но похоже. И когда полное число войдет. А чем определяется полное число? Обителями. Может быть, это действительно так. И он обольстил их. И теперь он завидует, что на место его избирается человек. И при том человек, подверженный влиянию природы. А он-то не подвержен. Собака, овечка, корова. Это только телесное. Души нет. А у ангела только дух. А человек имеет то и другое. Это промежуточное звено, переходное звено. Он общается и с этим, и общается с Богом. И дьявол что-то в этом видел против него. И с завистью дьявола смерть вошла в мир. То есть он погубил человека по зависти, что он занимает его место. Это мы прямо находим в Священном Писании. А завистник ни перед чем не останавливается. Ну, может, это Сальери, что говорить там, у Пушкина и везде. Человек мешает где-то, отравить там, бино подсыпать. Не только из-за того, чтобы его место захватить. Но как от того нету, а другого такого, как я, нет. За ним следующий я. Теперь я на первом месте. Зависть. Зависть страшная вещь. И мне очень трудно сознаться. Был такой первомученик Стефан. И он перед народом говорит. Но отцы наши по зависти продали Иосифа в рабство. А которые продали, они этого никак не признали бы. Ну, просто, во-первых, нигде не написано. Но, во-вторых, то они его из-за чего? То, что он отцу ябедничает. И дальше отец ему лучшую одежду цветную сделал. Пророческие сны. Они все... Но по зависти написано. И Стефан сказал, по зависти. Теперь Пилат судит Христа. И Пилат знал, что они предали Христа по зависти. Пилат, язычник. Ну, ближайший к императору человеку. Это губернатор области отдельной провинции. И он знал. А которые предали, фарисеи, книжники, читающие священное писание. Они не знали этого. Что они против Христа только по зависти. Да кому завидовать? Плотник. Да кто он такой? А вот в том-то и дело. Они имели что? Имеют все люди. Я Христос имел то, чего люди не имеют. Ну, люди почитают, хотя бы они не хотели, но почитают святость. Какая уж наша святость там? Мне неоднократно приходилось с этим встречаться. Люди ко мне не расположены. Ну, вот коснулась вначале кого-то гвоздать. Вот я тоже христианин. Христианин. Я знал одного с ним. Дальше начинает уже к тебе прямо говорить. Я вот знал. Вот христианин. Мой отец выпивает сидит. Ну, а кто-то говорит, а что твой сын-то? Ты говоришь, что получится? Что толку-то? Бей, грощи. Мой отец сидит выпивший. Он сразу говорит, верит, верит, как мой сын. Я поехал в Рюбриху, а там Василий Лапкин приезжает сюда. И он говорит, да все это он совершенно отрезанно. Да какие они верующие. Он верит, как вы шли по тюрьмам, по лагерям. Психиатрия, все ваше. А эти, которые сегодня лепятся со свечкой, как ерцинка. Это говорит человек, который к христианству почти не имеет отношения. Зависть это страшный порог. И человек не может в этом сознаться. А почему? Потому что он никогда не может подняться на эту высоту. Они же понимали, что Стефан видит открытое небо. Они, братья, понимали, они никогда не будут такие, как Иосиф. Какое у него доброе было сердце. Завидует не внешнему только положению, а внутреннему. И дьявол позавидовал Антонио. Скажу, ну почему тебе вот идут люди, спрашивают. Чем ты лучше меня? Ты не ешь, там, поскольку, по неделе. Я вообще в рот не беру, ничего не ем. Уже там 5 миллионов лет. Ты не спишь 3 дня и то уже падаешь. А я вообще не сплю. Чем ты выше меня? Чего мне не хватает? Вы знаете, что я на Антонио ответил? Одно слово, смирение. Как дьявол сразу, терпеть не могу это слово. Терпеть не могу. А святые говорят, самое важное в человеческом характере смиренно-мудрие. А вот смиренно-мудрие поселяется там, где человек отрекся себя. Пока он от себя не отречется, отвергнет самого себя, это первая ступенька. Это смиренно-мудрие, оно не может там быть, оно не вмещается. Ему места нет, потому что свое я все занимает. Как бы то ни было, сказали, хорошо, отец, я сделаю. Повернулся и сделал. А невинно тебя обвиняют где-то. Смиренно-мудрие позволяет слонить голову. Златоуз говорит, подойди и поцелуй его за обличение, за намерение исправить тебя. А если правду сказал, в объятия его скорее. Да какой он молодец. Он увидел то, что другие не видят. Брат, как я тебе благодарен. Я сейчас все силы брошу, чтобы таким не быть. Ну, речь не о том идет, чтобы по порядку все перечислять грехи, а конкретные, которые выпирают. Ну, явно не то. Грехи от дьявола всегда связаны с ложей и с убийством. Как? О ненавидящей брата. Есть человека-убийца. У нас другая шкала. Раньше было сказано, не прелюбодействуя. А Христос говорит, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть полноценный прелюбодей. И поэтому от нашей святости-то и пшит не остается. Куда не смотрел? А был он ненавидел? Да было. Да под одеялом тут, чтоб ему повылазило. Вот оно и вылезло. Считаем несколько мест. Иоанн 10, 21. Когда Господь их обличал, они в ответ ничего не могли сказать. И говорят, небесных тебе. То есть эти люди начинают обвинять в собственных грехах. У Достоевского это очень хорошо выразило. У братьев Карамазов. Человек, который желает другого уязвить, он его мало знает. Так, кое-что. Но про себя он знает. И своими грехами он начинает того гвоздать. Это самое обидное. Тот-то думает, что ты говоришь? Ты про себя же говоришь-то. Обидно. А ты должен это точно так же сглотнуть и сказать, благословен Господь. Может, повторяя эти слова в обвинении меня, он и к себе что-то когда-то возьмет. То есть до нас это все было уже. Первое послание Петра 4, 14. Дух славы. Дух Божий. Теми хулиться, а вами прославляются. Вводимый Духом Божиим. Он никогда, никогда не встанет на сторону зла. Тут еще один вопрос. Я разговаривал с баптистами, пятидесятниками, адвентистами. Я говорю, а вы как считаете, верующие, настоящие верующие, может бесноваться? Нет. Я нашел у святых отцов, они говорят нет. Ну, если бы я на этом остановился, я бы был как они. Но вдруг я нахожу первый том святого Иоанна Златоуста. Первая часть, которая на 100% принадлежит Златоуству. Он говорит одно слово Стагирию, второе монаху Стагирию. Как один из его друзей начал бесноваться. Притом бесноваться в тяжелой форме. Тяжелая форма, когда человек испускает пену, бросается куда-то. А другая скрытая форма, нормально живет, ни один человек даже не знает. Только после смерти кому-то Бог может открыть, а может и не откроет. Стагирий монах. И Златоуст говорит, вот когда ты был в мире, не уверовал, ты какую должность занимал? Он начинает назвать княжеский сын. Отец не хотел, чтобы ты стал верующим. У тебя все прекрасно складывалось. Ты блистал разумом. Красный диплом, золотая медаль. Так? Да, так. А сейчас что? А сейчас беснулись. А как случилось? Я, говорит, спал и был открытый рот. И вдруг увидел большая черная свинья приближается и в меня вошла. И он заорал, соскочил и с тех пор не может вернуться. Иоанн Златоуст считает молитву, которая перед крещением наизнание демонов. Ни одна молитва не действует. Иоанн Златоуст не молитва его, а сам читает. Его ведут на вершины гор. К монахам, которые отшельники всю жизнь прожили. Немало это не помогает. И тогда Иоанн Златоуст говорит, беснование бывает. Он сам, видимо, не знал Златоуст. Говорит новую проповедь. Бывает не за грехи, а по провидению, чтобы другие на нем научились. А ты получишь награду. Награда весьма велика. Если бы Бог ослепил тебя, ну, попал где-то в аварию, это одно. Если бы ты оглох, руки, ноги отняты, парализованы, это одно. Но! Бог допустил души коснуться, но не жизнь отнять. Первый том, повторяю, монахиста Ирии. Для меня этого лично было достаточно, что гарантии никакой нет, даже если будешь жить правильно. Хотя святые отцы и житья говорят, там, где истинное христианство, дьявол не смеет даже взглянуть. А Иоанн Златоуст говорит, где есть Библия, то есть по ней живут, дьяволу не доступен, дом делается. Откровение 22 глава. Говорится о том, как дьявол будет брошен в озеро Огненное. Конец всех, кто им был охвачен. Деяние апостолов. 1.8. Господь говорит, как проявляется дьявол. Он закрывает уши, делает человека глухим к словам Божьим. Он их слышит, но к себе ничего не применяет. К другому будет тыкать этими словами. Ты услышал, и будете мне свидетелями. Дух Святой найдет на вас. И проявление Духа Святого проявится в свидетельстве. А было ли такое, когда свидетельствовали о Христе, проповедовали, и Дух вошел, ни одного случая не было. Главное, абсолютно безотказно действующее лекарство, это свидетельство о Христе. Деяние апостолов. 1.8. Господь говорит, сидите в Иерусалиме, доколе не обречетесь силою против дьявола, наступать на силу вражек, и будете мне свидетелем до краев вселенной. Единственный род, который не подвержен беснованию, это свидетели, проповедники Евангелия для других народов, для других людей, которые не знали. Если кто-то имеет сказать, и имеет, но не потому, что ты думаешь, но я подтверждаю, какие места говорят, и будете мне свидетелями. Свидетели делаются недоступные. Почему? Здесь Дух Святой действует. Вот этот, который пришел, он спал, он молился, потом свои работы где-то делал. Свидетель, он не может быть как милиционер, или военный какой, я вот 6 часов на работе отбыл, и он всегда, и на пенсии он не уходит. Он и на пенсии тоже самый военный, так и свидетель Христов. Он лежа на спине, еще будет простирать руку и говорить, как Иеремия, так говорит Господь. Идите по всему миру. Можно? Книга Судей, да. А вот как будет тогда с астеритиками, скажем, они тоже проповедуют Слово Божие. Хорошо. Ересь, это от сатаны. Не, но они же тоже свидетельствуют, да? Я повторяю. Почему? Неправильно, потому он иеретик. Он иеретик не потому, что пьет, курит или блудит, а потому, что он неправильно понимает Священное Писание, отделяется от церкви. Отделение от церкви Христовой – самый ужасный грех на земле. Почему? Бог иногда убивает, иногда цунами, землетрясение, но живьем в ад только один раз было. Число 16 глава. За что? От мессея, отделитель. А чем мы хуже? Весь народ свят. То есть отделение, вот сектанство попадает под это. Но слово сектанство я не включаю, что кто не православный. В первую очередь церковь ходит, это пять. Пять полных, вот как на руке. Все православие. Это старое брящество, старый новый календарь там. Лишь бы было священство. Вот нет священства, это не еретики, а раскольники. Раскол. Им нужно, вот на урывке, когда мы им никогда ни одному человеку не говорим, идите. Я не могу говорить сюда, он не пойдет. А что, у нас книги старинные. А идите, вот, Белокринецкая иерархия, Барнауле, там есть священник Дума, отец Никола. И были такие, которые приехали и говорят, как нам понравилось. Они увидели священство. Второе – это католики. Да там заблуждение, инквизиция. Я повторил, а ты уже думай. У них сохранилось рукоположение. Это те, у которых рукоположение. Там ересы, у нас хватает их своих. Третье – Григориано-Армянская постоличная церковь, так называется. Четвертое – Копская, она немногочисленная. Исирская. Вот там один есть у нас город мусора в Каире. И один священник. И как он этот город мусора в Каире, там 21 миллион. Как он превратил в святущую местность. Как он искал людей. Мне Бог сказал, знаете, что сказал? Он сказал, купи фонарик. Я такое ждал высокое. Скажут, купи митру, ладану, бочку. Фонарик купи. И я послушался. Так я не один молюсь. У меня жена молится. И вот этот священник – Самаан. Самаан – это кирпичи. А Самаан два – это он. И он дальше, я грызал в фонарик и пошел, где живут люди. Они живут со свиньями. Они от меня прячутся. Я зашел, где они есть, и пока все сфотографировано. Там страшно смотреть. И я их брал и выводил. Я спрашиваю, Господи, что делать? Господь говорит, оботри ему мой ноги. И теперь показывает его храм, который он построил. 25 тысяч. Это у меня на форуме все это стоит. И он их учит всему. И как эти люди веруют. Да никогда не подумаешь. Открыл школу, там девочки учатся шитью. Там город мусорщиков. Ну, он каждый день там 700, что ли, тонн мусора. И они разбирают там то, что съедобно, несъедобно где-то. Вот первое, что он услышал, это второе умой. Третье храм. Он начал строить. И шел, и проповедовал, а теперь помощники стали проповедовать. И все это заснято в видео. Кто смотрел это? О, видите, у нас здорово, правда? Это не надо лишние слова говорить, чтобы увидеть его. Это живой и святой. Так он копт. Я тебе сказал, что коптская ходит. У них кресты, иконы, все показано. Дальше. Третья книга Сарс, 18-24. Там говорится о том, как пророк Илья решил показать, что среди вас есть люди. Ну, я-то отношу к коммунистам. Парторги разные. Они бесноватые все. А как это увидеть? Очень просто. Будем Богу молиться. Чью жертву Бог примет? Огонь. И написано, они кололи себя. Значит, они не первый раз кололи. Кровь текла. И они бесновались до определенного часа. Бесновались, слово. Они бесновались. То есть, они не падали. Нормально, они кричали. Бог, ваал, помоги. Да не как-то по-славянски ваале. Церковно-славянские любят еще. И что? Нет, тогда мы, сказал им Илья, отойдите в сторону. Теперь я принесу в жертву. Баранов, быков выберите лучше. А я мало того, водой еще залью. Я помню, безбожники показывали такое от воды, как огонь появляется, там натрий вместе. А где он натрий-то взял? Когда люди видели, взял дрова, положил жертву, полил водой. Да, главное, истреблены были камни. А этот еще чуть-чуть ледь начинает только. Первое Петра 4,14. Он же говорил. Да. И в Ефесянам 6,12. Апостол Павер говорит. Наша брань не против плоти и крови, но против духа злобы поднебесной. Да как они что, поднебесные? Да не просто поднебесные. Это они в совете у Бога участвуют. Когда скажешь, видимо, что попало, говорит. Ну, читай книгу Иова. Предстали дети Божии, и между ними предстала сатана. Ну, считали. И это не один раз при том говорится. И тебе зачем опровергать-то? Считай Библию. А если не веришь, ну, я говорю всем, кто верит, а не верующий, я ему не могу свою веру отдать. Она мне самому нужна. Матфея 4,10. Говорится, как приступает сатана. Это личность. Эвол, это означает зло, и одновременно дэвол дьявол. Лев Толстой, это одинаково переводит, абстрактное понятие зла. Абстрактное понятие, ну, скорость, компрессия, ну, оно не разговаривает. Но здесь разговаривает. И подошел сатана и сказал, сделай камни сии хлебами. Там прямая речь, двоеточие кавычки открыты. Это личность. И Господь ему сказал, не хлебом, а одним жив человек. Везде это печатают. Я в трамвае еду, и нарисовано блюдо, там, мясной комбинат, колбаса, и написано, не хлебом, а одним жив человек. Ну, да, скидь колбасой еще. А там запятая стоит, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, не из уст даже святых, а Божиих, что Бог сказал. Я об этом читал не раз. Это мои уже такие, как сказать, предположения. Что что-то в этих словах есть, то, чего мы до конца не осознаем. Но сатана осознает. Он бы сказал, да мало ли, что написано, бумага все терпит. Но он отошел, и ни слова. Снова второе искушение на крыло храма. Бросься вниз. Христос опять цитирует живые помощи. А сатана тоже живые помощи цитирует. Ибо написано, на руках понесут тебя. А мы говорим, живые помощи от сатаны. Он сам и считает живые помощи. Он не боится. А Господь сказал, написано. Не искушай Господа Бога Твой. Слово написано, какое-то имеет сакральную, таинственную силу, которой мы, смертные, до конца не можем. Когда человеку оценить, почувствовать. Когда мы говорим, написано. Человек ищет противоречия, как-то опровергнуть. Сатана знает наизусть. И он ничего не сказал. Он сразу отошел. То есть, какой-то, видимо, лазерный луч. Это я образно говорю. Видимо, бьет его и ослепляет. Но Ян Заталус часто этим пользуется. Когда два раза нападал сатана и попросил Иова отдать ему. И он, Иов-то сидел и этим, скреб. И говорит, он соскреб, теперь одни ребра. А через ребра-то стало видно его сияющее любовь к Богу сердце. И ослепленный сатана закрыл лицо и бежал. Хотя это не написано, но... Ян Заталус так видел. И почему-то, говорит, третий раз не подошел, он ослеп. Через ребра-то, через тропилы, говорит, засияло солнце его. Любви. Какое выражение. И далее читаем. Деяние 26.18. Апостолы идут, чтобы обратить от власти сатаны к Богу. Проповедь это обращение, я скажу так, переход от власти сатаны к Богу. И поэтому, если это проповедь по слову Божию, без всяких ересей, то так. А как же вот баптисты говорят, когда говорят правильно, там правильно. Не так, что баптисты или адвентисты, у них неправильно. У них правильно, может, 90 с лишним процентов. Но о чем мы сказали? Кто бы это ни сказал, есть такая книга, меня даже судили за нее, существует ли загробная жизнь. Что удивительно, старобрядцы переиздали, кое-что, видимо, выпустили. Кто ее написал книгу? Рогозин. Павел Иосифович. Очень хорошая. Доказательство бытия Божие. И берет. Баптист. Ну и что? Если он говорит правильно. Говорит о звезды, говорит о медицине, о строении человеческого тела. Что во всем видна мудрость Божия. И без Бога просто так, с очленением каких-то элементов химических, этого бы не было. Второе. Коринфянам 12,7. Вот интересно. Павел говорит, чтобы я не превозносился. То есть Павел где-то был близок к этому, а может и превозносился. И чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений. Какие ему откровения Бог дает-то. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. И говорят, что такое было, не знают. Говорят, он глазами заболел. А Златоуз говорит, как он мог болеть глазами, когда повязки с него других исцеляли, а себя бы не исцеляли. Нет, это гонители. Это еретики, которые его преследовали. И есть вещи, которых Павел не знал. В интернете часто бывает такой метод тыка называется. Ткнул там где-то, не получилось, другое место ткнул. Апостол Павел иногда поступал так же. И собрались в миссию. Но Бог не допустил. Почему не допустил? Как? Разлился Дунай там или... Не допустил? Ну, Павел, одно бы слово только написал бы. Не допустил через кого-то. По сегодняшний день никто не знает. Второе, пошли там миссию. Опять не допустил. Павел молится. И что? Оказалось, лекарство идет во сне. Уснул. И во сне предстал некий муж в видении. Македонянин. Я заметил, что ты Югослав. И говорит, приди к нам. Помоги нам. И такое есть стихотворение. Оно поется. Ныне повсюду слышен македонский крик. Дайте свет, дайте свет. И Павел встал и сказал, братья, маршрут выберены. На Югославию. И туда пошли. Там ждут. И поэтому наш маршрут, вот мы нынче ездили, очень часто, то есть три раза решительно менялся. И при том, не от нас это зависело. Решительно. Мы идем прямым путем на Бельгию. Останавливаемся. Машина начинает барахлить. Ближайшая это у нас Надежда Лапкина, которая замужем, племянница. Разворачиваемся туда, иначе будет плохо. А там нам помогут. Там русская диаспора широкая. Мы едем по Швеции. Но до того у нас выверенный маршрут. Мы рассуждаем. Если мы сейчас в Стокгольме, а Стокгольм это Норвегия, столица, и идем в Осло, а теперь идем на Стокгольм, Швеция, там уже у нас паром оплаченный, там и гумен из Финляндии. Все уже оплатили. Каюты нам, где быть с собакой, евро ушло уже. Машина стала намертво. Бог решительно нас поворачивает в другую сторону. И мы четыре раза пользовались эвакуатором. Это обошлось нам больше, чем 100 тысяч рублей. И от нас совершенно не зависит. Мы вчера смотрели документальный фильм «Катастрофа». Как катастрофа, 293 человека, гибели. Внезапно какой-то взрыв, подумали, теракт. И самолет теряет управление. Три гидравлики, там повороты на все, все перерублены. Такого не бывает. Это одна миллиардная посчитывается. И главное из-за чего? Вентилятор. Этот вентилятор ищет. Неплохой вентилятор, 700 килограмм. Вентилятор. И он, оказывается, разлетается на части. И так летит, что перерубают все эти каналы. И самолет неуправляемый только этим. Ну, авария будет, посадили. Там 180, кажется, человек спаслось все-таки. И вот эта катастрофа, я бы посмотрели вчера, из-за чего? Теперь найти вот этот диск. И вон ищут, уже высчитывают по всем, как скоро слетел, как они поворачивали рули. Ну, допустим, 180 гектар всего кукурузное поле. Объявили награду. Не могли найти. И только осенью женщина сидит на комбайне, убирает кукурузу. И говорит, комбайн уперся. Она вышла, а он наполовину погруженный в землю вентилятор. Ну, получили премию. Половину отдали на благотворительность. И там теперь стали исследовать и показывают пятнышко. Примерно пятая доля или десятая миллиметра. Миллиметра. А круг, вот такой вот, это мне показалось-то тут. И от него постепенно стала отходить трещинка. Миллиметр, два, три. Наконец-то настигла критической 13 сантиметров. И это рвет ее. Потому что обороты, там называют, тысячи оборотов в минуту. Там ужасно, там, ну, на турбине работает где-то. И вот у нас точно так же. Заводской брак. Это привод по подаче, где топливо дается в самом моторе-то. И она разлетелась, шестерня. И мы ее привезли, то есть она лопнула. Вот и все. А кто бы знал-то? Заводской брак. А брак не Нижнего Новгорода поставляет детали ульянов. Вот маленький грех, маленькая зацепка. И дьявол рвет душу. Больше всего боится смирения. А раз он боится смирения, а святые отцы называют смиренно-мудрее, даже такого слова-то нету. На него надо обратить особое внимание. Дальше. Первая книга, Сарс, 18.10. Злой дух от Бога нашел на Саула. Ну, злой дух, понятно, но везде подчеркивается многократно от Бога. И притом Саул это был первый царь в Израиле, которого поставил Самуил, пророк настоящий. Это первый царь, которого Бог сам избрал и показал. Обычно по наследству там. А это Бог показал, красавец, на голову выше всего Израиля. Какой он был духовный. Дух пророческий был на нем. И сделался тираном и деспотом. Город Ном, где одни священники, всех убил священников. Милитарист сделался невыносимый. И написано, злой дух от Бога. Неоднократно. И отгонял, в общем, давит музыкой, своей музыкой. Какая музыка-то там? К чему он мог на этих струнах-то приезжать? Это же не орган какой-то. Но дух слушался, отходил. С чем это связано? Именно гусли, не знаю. Но написано, когда нужно было пророчествовать, то Елисей звал гуслиста, и гуслист играл. Он сидел, слушал, во время слушания. Что он там, пятая симфония, Бетховена играл или что? И дух Божий находил на Елисея, и он начинал пророчествовать. Вот вопросы, на которые у меня нет ответа. Я не слышал этой музыки, нигде не написано. Но написано именно во время музыки. Поэтому хорошую музыку полезно слушать. И особенно беременным. Чтобы ребенок это слушал. Первое царство, 6-10. Только запишите об этом. Второе царство, 18-23. А вот теперь важность. Как начинает бесноваться ни один, ни два человека. Бог держит совет. Ну Бог-то, зачем Богу совет-то? Вот так разобраться. Когда он сам советник с большой буквы. И Бог говорит, как нам из Ахава погубить? Ну Господи, только скажи. И все, кровь остановилась, маленький тромбик. И умер человек. Тогда пружинки не вставляли еще никакие. И вот говорят, один одно. Другое, другое. Бог выслушивает. И вдруг один говорит, а я советую вот так сделать. Мне разреши. Я войду в усах всех пророков, парторгов. Я не буду лгать. И Бог отвечает, хорошо, иди сделай. Бог советуется с кем? Богу советуют. Кто дает-то? Вот это означает промысел. И они, эти люди, не стали так, вот дух, когда вошел в него, он завертелся, упал, валяться начал. Ничего нету. Он вчера говорил, и сегодня, говорит, и поет, и все нормально у него. Но уже дух лжи вошел. И ни один не видит. Ни цари, никто. И при том они патриоты. Россия встанет. Россия обязательно будет большим государством. Ее будут уважать и бояться. Патриоты-то на это бьют сегодня? Обязательно. Мы должны обязательно быть с Украиной, в Белоруссии вместе, в Казахстан. Мы еще миру покажем. Вот так было здесь. А вы знаете дальше, кто продолжит? О чем речь идет? Ну, а Илона, скорее всего-то, пошел царь иудейский. И тот говорит, ну, все пророчествуют победу. А у тебя еще кто-нибудь пророки есть, которые... Надо всех спросить. Там есть один, я его не люблю. Он обо мне никогда хорошо не говорит. Интересно, не сказал, не правду говорит обо мне, не хорошо говорит. Почему ты не сказал, что он говорит правду, но я плохой, поэтому он говорит как соответственно. А где он? Да, он в другом месте. Ну, позови его. Я думаю, что он не сразу согласился. Он знал, что он что-то опять скажет. Послали посыльного. А посыльный патриот там, и партияльный секретарь, бежит со всех ног. Пришел Михей. Все пророчествуют победу. Идти вместе на Ромов-Галацкий. Отбить порт Артур. Вернуть прежнюю территорию нашу. Он жив, Господь, Бог. Господь, Бог написано. Жив. Иегова Бог. В оригинале Иегова. Я скажу, что Иегова скажет. Ну, хорошо бы, если как все. Знаешь, такой праздник сегодня. Еще победы нет, а мы уже празднуем полную победу. Я скажу, что Бог скажет. А что скажет-то? Не знаю. Он сейчас ничего не говорит. Только сказал, говори, что я скажу. Когда он пришел, вы знаете, что он стал говорить? Он не сказал, победы не будет. Он говорит, вижу. Овцы Израиля рассеяны по холмам. У них нет пастыря. А он-то главный, как царь Николай II. Он патронирует церковь, помогает. Он защищает. И как нет пастыря? Я же говорил, он мне хорошо не говорит. А он говорит, я видел. Перед Богом был совет. И дух злой вошел в уста всех пророков. И они говорят ложь. Каково было это слушать тем, которые уже получили награду? И только один из них с Эдеки подошел, как дал ему. Это по какой дороге от меня пошел Бог, чтобы в тебе говорить? А вот когда будешь бегать, говорит, пятый угол искать. Я по-своему уже говорю. Тогда ты узнаешь. Посадите его, воды и хлеба давайте. Я вернусь, я разберусь с ним. А ты не вернешься. Чего грозишь-то зря? Я уже вижу, как псы лежат кровь твою. А блудницы будут омывать колесницу твою. Ты уже мертвец. Ты раб. Так было? Да. И все случилось так, как предсказал Дух Божий. Но ни один человек не видел, по какой дороге отошел Дух Божий. Я считаю дальше и добавляю свои слова. На основу на написании. Но нигде в Библии не написано, что он вышел. Нигде. Ни разу. Это Дух Пророчества Лживого в устах Московской Патриархии. Я им всем попам говорю об этом. Вы лжете, говорят, что вот это мочение, это искрещение. Это не крещение, это обман. Об этом Патриарх говорил Алексей Второй. И Кирилл говорит об этом. Вы лжете. Ложь, а за ложь же что? Они не крещеные, погубили душу. Они не учат. Они лгут. Они лгут. И при том лгут не в одном месте. Я разбираю, у меня в книгах показано. Вот тогда был Патриарх Алексей Второй. Митрополит Смоленский-Калининградский Кирилл. Вот этот Гундяев. И старообрядческий был такой Адриан. Я беру у всех по 60 вопросов, которые не отвечают. И полностью помещают. И разбираю, как ответить. У всех примерно одинаково. 5 процентов, 5,5 правильно отвечают. Все остальные неправильно. А было, кто-то вас опровергнул. Пока никого нет. Но читали, читали, как соглашаются. Как? И старообрядцы соглашаются, которые Библию знают, да, соглашаются. На основании Библии, я говорю. Он по Библии должен был вот так ответить. А почему он так ответил? Дух уже не вышел, нет, еще он. Он не вышел. Если бы он боялся Бога, он сказал бы, Бог говорит вот так. Пророки говорят, так говорит Господь Бог. Они никогда так не говорят. Они начинают крутить, это вертеть. Да надо толерантность, да никого-то не задеть, чтобы не тронуть мусульман. Чего ты боишься, мусульман-то? Мусульмане-то люди. Нам написано наступать на силу вражию, на сатану. К римлянам 16.20 написано и сокрушить сатану под ноги. Римлянам 16.20. Посмотрите, какое дивное обещание нам Бог дает. Матфея 12.26. Когда Христос обличал их, что они не слушают Его и не понимают речи Его, и они неправильно рассуждают, они ему сказали, а ты исцеляешь силой Вильзиула. Мы верующие понимаем, что Христос исцелял Духом Святым, а не силой Вильзиула. А зачем они это сказали? По зависти. Вот сегодня, я не знаю, вы слышали проповедь Златоуста, и я так подумал, что надо пояснить этот момент. Когда принесли Его по вере их, а Господь спрашивает, что легче сказать, прощаются грехи или встань и ходи. Так вот в этом месте, Анзатауст подчеркивает, это было доказательство, что Он Бог. Почему? А грехи никто не может прощать, только один Бог. Они сами это говорили. Никто! А Он говорит, так прощает или нет? Упрощенный грехи исцелился, а полезен грехов, встань и иди. Это один из моментов, который я в проповеди, в беседе с иеговистами не употреблял. Не употреблял. То есть, глубже надо смотреть. Они тоже признают, что Он исцелел, иеговиста. И враги не отрицали, что прощает только Бог. Значит, кто Христос? А тут уже доказывать еще не надо. 1 Иоанна 4, 6. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и духа заблуждения. Так это и сектанты считают. Нет, нас, то есть апостолов, а не так, что нас, которые мы православные, нас не слушают. Может, и хорошо, что нас не слушают. Вы, говорит, обходите в море и сушу, чтобы сделать сыном геенность. Вот если серьезно отнестись к этому, ты подумаешь, идти пропадет или нет, или все-таки отшлифовать надо. То, что ты говоришь, соответствует для действительности. 1 Петра 5, 8. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы видели, как собаки дерутся? У нас вчера неприятный случай был. Каждое утро маленький шарик у нас, ну, видели, собачонка такая. Я его, он бежит вперед, он пробежится, хоть на сыпи сидит-то. Сережа в это время занимается, корову где далеко, и он занимается с собаками. Они у него отпущены. Шарик очень смелый. Он не боится ни Устиновского этого. Лавит на него. И на этого залавил. Я гляжу, у него шерсть зыбилась на загривке. У нашего. А этот делает то, что этот, этот пацаненок маленький мой, сколько месяцев-то? 8. 8. 8. Ну, он года-то нету-то. Он подражает ему. Что делает, то этот делает. Этот бежит за ласточками, он бежит, этот палку тащит, он палку отбирает. И я отвернулся, а наши детишки сидят здесь. И в это время шарик-то лает на него. А тот подошел, а он поднял ногу, дескать, плевал и мочился на вас. Ну, тот этого нахальства не потерпел. Как он бросился. Этот-то привязанный, а этот-то нет. Вот убежать-то не может маленький. А то он его повалил, рвет вот так вот. Я его оттащить не могу, а тот-то отвязанный. Этот подскочил, второй его. Кое-как разняли. У него нога повисла, он сразу перекусил ее ему, ногу-то. Без ноги. Мы его на руки там понесли, я там ему взял шины, сейчас забинтовали, он все срывает. Ну, собака лежит. Это вчера у нас такая драматическая история произошла. Виноваты мы все. Сергей, я говорю, почему дети, когда разбивают футболом окно, родители платят? Да потому что это их. А твоя собака была, кота кусала, кусала. Ты платил за лечение? Так вот, молоко и творог, чтобы были пока не выздоровеют. И он сегодня уже у барабашей с трехлитровой банкой. Творог помогает сращению. Там, кальция. Мы немедленно включили это в действие. Ну, а где там его будут... А я четырех... Ежей поймали, я их еще кормлю там на веранде. Кошка сегодня... А наш-то был привязанный. Наш привязанный, вот здесь вот. Он не мог не убежать, ничего. А он очень смелый, лавит, прям кидается. Ну, тут они не могли... Они далеко от него, где... Что он на него обозлился-то? Ну, обозлился. А все говорят, так он заделится-то. И что он заделится-то на цепи? Ну, я его защищаю. Сережа его на руки принес. Ну, еще она, нога-то вот так болтается, лутошка-то. Ну, как могли. Он посчитал, что она сложена, теперь обмотали. Он первый раз сорвал, второй раз уже изоленты. Вот. Вчера интересная вещь, он пришел, вижу, он лежит, отгородили, большой вот такой ширины таз, с небольшим бортиком, и насыпали земли, чтобы он чувствовал себя, как на улице. Травой присыпали, чтобы оправлялся. Не оправлялся, пришлось на трех ногах выводить его. Я пришел, оклонил маленький ежик, уткнулся носом, он его, видимо, задавил, когда он полез к нему. Я тогда взял рукавицу, и... А он живой! Они уже сдружились. Я вам поднес этот блюдечко с молоком. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Дьявол, понимаете? Вы видели, как лев нападает? Ему и буйвол ни по чем. И он не просто на тебя наткнулся, а ищет. А кого поглотить? Истинный христианин неуязвим. И он ищет и входит. И он действует. Где? Где Духа Божия нет. Где Дух Господень, там свобода. И эти люди не принадлежат. Сейчас мы будем не библейские места открывать. Читаем дальше. Это что же у него тут такое? Ага. Вот. Слово Дьявол в Библии встречается 36 раз. Ты сама не считаешь, это поисковик библейский составил Тимофей. Ха! Вьетнамис один. И мы им пользуемся. Вот интересно. Очень легкий, знаете, библейский это поисковик, легко искать. Я когда начал пользоваться, писал книги, ну до того мне это и облегчает труд. Ну кто написал, никто не знает. Я Сашу загуляю. Саша, ну ты найди мне, кто это сделал. Сейчас не знаю, Витя Петеримов или кто-то нашел его. Ха Тимофей. Я с ним списался, поставил ему книги, поставил диски. Ну отблагодарить его как-то. Дальше про него нашел материал, он вьетнамис. Учится в университете Ломоносова. И говорит, я такой эгоист был, как меня Господь нашел. Ну почему не у православных, думаю, нашел ты тебя? Да потому что молчали. Все монахи где-то сражаются с бесами на вершинах гор. И неизвестно, кто победил. Я, говорит, ехал на велосипеде. Маленький был, лет пять было, шесть. А мама шла сзади и упала. Я остановился, смотрю, она упала, я с места не извинулся. Я себе простить этого не могу. Там какая-то тетя подошла, поднимает, а я на велосипеде как нога была, даже не вылез оттуда. Какой же я эгоист. Понимаете, это детское должно тревожить. Я понял, это хороший человек. Тимофей Ха. Вьетнамец. И составляет нашу русскую. Поисковик, притом на неканонические книги составил, на все вселенские соборы составил, на поместные, на святых отцов. И все это в поисковике. Только нажал, и сразу цифра тебе есть. И все места, где он об этом говорит, выстраивает. И на чем он сейчас работает, не знаю. Сатана 49 раз. Это точно уже. Но вот злой дух надо было по падежам поискать восемь раз. Бесы, бесы 21 раз. Ну, посчитай, сколько раз. А по другими названиями еще встречается, я уже не стал исследовать, но много. Игнать Тихнич, извините, а дьявол сколько раз? Дьявол встречается 36 раз. А сатана 49 раз. Но это с неканоническими местами, я посчитал. У него там побросит. Захария 2.19. Нет, Иаков 2.19. И говорит, так я верую. Ну, что ж ты веруешь? Тут написано, бесы веруют. И трепещут. А ты не боишься. Когда человеку говоришь о Суде Божьем, он, а что ты меня пугаешь? Это вера хуже бесовской. Бесы трепещут. Написано. Если говорят о Суде Божьем, замолкни, закрой глаза, опусти голову и затрепись. Если человек говорит, а что ты меня пугаешь, веры никакой нет. Это одержимость бесовская. Притом хитрый. Дьявол сам боится. А тебя сделал рабом в своем ситуации, говорят. Вот один из моментов, по которым можно узнать, одержимый бесами или нет. О Суде Божьем написано, когда говорят, содрогается небо и земля. Небесных, земных и преисподних колено преклонится. От лица его бежало небо и земля. А кто ты такой? Дьявол, написано, бесы веруют и трепещут. Дальше. Первое паралипоминант, 21.1. На Давидова стал сатана. Так Давид пророк. Тебе не надо рассуждать, пророк. Он взял у нас свои руки Давидом и начал делать. И что он такое сделал? К жене вошел, я знаю. Как раз там-то и не написано, что вошел сатана. А он в другом месте. И я не нахожу в его словах ничего плохого, пока не стал глубже исследовать, читать святых отцов. Он надоумил Давида сделать счисление в Израиле. Перепись сделать. А для чего? Узнать, сколько воинов и на кого напасть. Вот человека убийца. Ему он уже были ни женщины, ни дети. И он сделал счисление. И когда сделал, и говорит, сдрогнуло сердце Давида. Я согрешил. Я согрешил. И Бог сразу ему, единственный раз Бог предлагает три наказания. Но выбери одно. Я два же не наказываю. И вы знаете. Одно наказание три дня, другое три месяца, и третье три года. Ой-ой-ой. Это что же делать-то? Ну три года за тобой гоняются, будут прятаться, будешь три года, три года. А первое, первое от Бога наказание. Бог будет поражать Израиля. И он избрал этот путь. Вы знаете, чем закончилось? Ангел начал косить. Туда меч сто тысяч, сюда двести тысяч. Давид так и захолелся. Народ-то невинный. За что он погибает? И он увидел ангела с мечом на гумне орфы. Ну помните? Да, да. Так, именно так написано. И он возопил. А народ-то за что погибает? И он видит, трупы лежат. А что он сделал-то не так? Перепись во времена Христа была, и Христос сам попал в перепись. Притом в Библию перепись неоднократно написана. Оказывается, перепись для того, чтобы узнать, сколько у него под ружьем можно поставить. Вот теперь все стало понятно. Почему дьявол, человек-убийца, он на это послал его? Чтобы он надеялся на свои силы. Да. Да. А когда не на свои силы? Да, силы у меня никакой нет. Я надеюсь, и Бог пошлет ее. А откуда? Я понятия не имею. Вот я когда собирался ехать, ну представьте, я сейчас посчитал, это только мы лично заплатили. 40 дней. Так я прикинул, а сколько за нас заплатили? В общей сложности за 40 дней больше 400 тысяч мы отдали. 400 тысяч. Вообрази. То есть фактически получается у нас 8 с половиной тысяч в день. А если учитывать, кто за нас платил, порядка 10 тысяч ежедневно. 10 тысяч отстегивания. И при том мы нигде не тратили. Только 2 килограмма ментая купили. Всего-то. И что? А то горючее, там много дороже, ну налоги берут. Для того штрафа не платили. Конечно, буквально так. Мы знали, ради чего делаем. Перед Богом. И были абсолютно невозможные ситуации. Как вчера мы смотрели, как они сажали телефон. Руководили только двигателем, накрыли самолеты. И он сразу садясь ударился крылом. На дачу горелую. Все нашли водители, которые сидят, 4 пилота там. И один еще преподаватель пилотов был в кабине. Я маленько отвекусь. И он зашел, говорит, помощь могу оказать. Ну, горсодисты за штурвал. Они там начали 15-17 тысяч часов опыт. Опытнейшее. Но он точно знал, где. Если на новый круг пойти, а самолет все время снижается, то уже не как сесть. А свалитель полос, он до следующей недели летает. Промежуточный аэродром. И он-то идет все время крен на один бок. И уже обнаружили трупы, там горит, где 2,5 часа только тушили самолет-то. Часть вылетели куда-то, подобрали людей. Ну, 180 спасено было. А кабину с шоферами с летчиками ее не найдут. Наконец нашли, они залили в землю. Кое-как нашли. Вытащили их. И что интересно, что все живые. Ну, конечно, израненные. И они говорят, теперь сами это дают интервью. Если не видели, посмотреть. Там сидишь и вот так вот. Это в диске или в интернете? В диске. Называется катастрофа. Ну, очень тревожно. Я читаю дальше. Первое параллельпоминон. Такие дела встречаются без совета с Богом. Поэтому рядом должен быть человек, который подскажет тебе. Который ничего не боится. И такой человек был у Давида. Как его звать? Самоютный. Нет. А? Это. Нафан. Нафан, да. Нафан. У Сталина ни одного не было. Он заранее скребил. У Саула никого не было. А вот здесь был. Он подошел и говорит, ты сделал то-то. Согрешил я. Бог без наказания не оставит, но живой будешь. А ребенок, который родился, умрет. А, собственно, сына побежишь. Сколько ты перетерпишь за единое кратковременное удовольствие. А сегодня только везде рекламируют. Ой, такой лекарный. Я думал, какое лекарство, деды? Нам деду дали, так он как жеребец. Дед как жеребец. А люди раньше заботились о том, как бы похоть избежать. А сегодня это рекламируют, и по телевидению везде. То есть это сумасшедший, бесноватый мир. Теперь по житиям святым. 19 января. Вам это труднее будет найти. Пожалуйста, запишите. Макарий египетский. Житие святое. Это по старому стилю все цифры. По старому стилю. Вот здесь он говорит, я не пью, не ем. А чем ты превосходишь меня? Он говорит. А смирение есть? Терпеть не могу. Вот и все. А ты смирись. Неправильно. Я вчера рассказывал, как княжеский сын, сын там губернатора, и в монастырь пошел. Его поставил в воротах на стоятелю. Проси всех, чтобы молились, а тебя приглашаю. Он думает, вот это хорошее дело. Но каждому добавляй. Я бесноватый. Помолитесь обо мне. Я бесноватый. Он шепотом боялся сказать. А потом так привык, и бес сошел с него. А на стоятелю это увидел. На лице играет. Дальше. Первое. Нет, второе. Я плохо вижу тут. Запишите 22, видимо, апреля. Феодор Секиот. Он видел дьявола, который идет по храму и святы приносит в храм. Вот кто святы-то приносит. Не забывайте, что тут тоже что-то есть. Он святы пришел, не принес крапивы. И святы ходят и бросают. Кому цветок прилипнет, он сразу говорит, ой, живот заболел, надо выскочить. Цветок прилип. Вымел. И не один раз будет. Светочки прилипают. Да сходи перед службой, в туалет там, на три дня вперед простайся. Во время службы не ходить. А если уже вышел, не пытайся войти. Кому прилипнет, святок, он и изыскивает на молитве благовидную причину, чтобы выйти. один раз показано, это означает везде и всегда. Святые так говорят, один раз Бог показал, когда жена Лотова вернулась назад, а Христот говорит, вспоминайте жену Лотову. Так она одна была. Вспоминайте. В Адаме все умирают, а один Адам был. Ну что, значит, святы не носить в храм? Не выходить. Святы носи. Но только молиться, благословенно, чтобы было. И чтобы люди, глядя на эти святы, думали, как любят люди у нас Бога, что даже иконы его святые украшают. То есть, приложи к этому такую мысль. Но дьявол святов не боится. Главная молитва у нас считается Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил мне грешного. А у буддистов Ом Ани Паддюхум. Ты, восседающий на лотосе, лотос, такое озерное растение, лилия, речная лилия, восседающая, это Будда там сидит. Что интересно, они молитву сокращают и в конце концов доходят, только остаются О. Он выходит, на небо смотрит О. Так эта молитва и у нас такая же, когда научимся удивляться. Дальше. 19 января, июня. Памва. Так. Виноват. Знаете, у меня, простите, я плохо вижу. Паисий, Паисий Великий. Это Паисий Великий. Он популярный у старообрядцев. И я не знаю, знает нет, кто из старообрядцев этот. У него ученик был постан в город продавать. И купил, обратно шел. Пешком же ходили-то. И к нему рядом пристал иудеи, разговорились. А ученик-то кроткий, смиренный. Он говорит, вы отверите во Христа, кто он такой? Это Сын Плотника. Мессия-то не пришел. А он ему говорит, ну может быть так. Он больше ничего не сказал. Ну и расстались, пришли. Пришел домой, он подходит к учителю. Паисий, я... Он мимо проходит. Он забегает. Я пришел. Он опять повернул в другую сторону. Не поймет день, другой. Он не разговаривает с ним. Он не поймет ничего, что случилось с нашим учителем. Но что с ним случилось, он не знает. А что с учителем, то он это увидал. Ой, а почему же со мной не разговариваешь? А кто ты такой? Да я же Трифон. Меня в город послали. Трифон? Передо мной отступник. Я никогда такого не послал, знаете. Да какой же я отступник? Да я... Я крещусь вот как. А ты дорогой с кем разговаривал? Вот телевидение работало. Семьрем. А он что тебе говорил? О чем говорил? Да мы просто разговаривали. Забыл? Он сказал, что пришедший от Девы Марии это не и мессия обещанный-то. Ну да. А ты что сказал? Ну я сказал, может быть так. Так это полное отречение. Ты антихрист. Пошел вон отсюда. Одержимый демоном лезет ко мне. Ты сколько раз такие слова говорил? Да где меня? Так. Ты хочешь таким быть или другим быть? Ну конечно другим. Давай молиться. И вдруг из него как повалил черный дым, как смола. кипит. И демон вышел, заорал и ушел. Вот и все. Для этого должен быть рядом учители, чтобы увидеть, сколько же мы слов таких говорим. И проверять себя. И лишние слова-то не говорить. И со всеми-то не соглашаться. А то такой кроткий со всеми соглашаешься. А ты бы наоборот сказал этому иудею, вы избранный Богом народ. Вам Бог обещал мессию. Как же так случилось, что вы его не приняли? Он мессия, он умер за грехи ваши. Это ваш мессия, а мы его приняли, потому что вы его отвергли. Ты мог это сказать-то ему? А то узнали, поесть и молиться, мертвых из ада вытаскивают. Он живых вытаскивает, а не мертвых. Все перевернули. Расскажите, кто старобрядцы. И скажите, покажите в житях святых. Вот какого поестья. Такого мы знаем. 22 сентября. А в Верке. Это ему дьявол являлся. Ему сильно не нравилось, что он проповедует. И он его камнем ударил. Камнем. Но он его заставил, этот дьявол. Некоторые не верят в дьявол. А не верите? А вы видели, вон там стоит у нас глыба, 250 тонн примерно. Ну да. Дьявол, повелеваю тебе, неси эту глыбу. И он заорал, дьявол, схватил эту глыбу, над стадионом понес ее. И там где-то бросил. И аварии все. Не без воли Божьей. Господь допускает, эта пятнышка разлетелась, и все, он препятствует. Дьявол не хочет, чтобы люди спаслись. Еще попутно там, где писали из Библии, у меня тут, я потом дописал, Лука 7, 33. Иоанн 10, 21. Даже некоторые говорили, это слова небесноватого. Можете ли бесноватый отверзать очень слепым? Вот интересно, про животных, когда пишут, больше всего страдает одержимостью собаки. Сережа, где он у меня? Так, скажи, дорогой, ты профессиональный кинолог, кинолог это дрессировавших собак. Вот, тебя призвали где-то дрессировать собак, отдали тебе. Ну, они все стали выть каждую ночь. Что ты с ними будешь делать? Воют и воют. Воют на облака, воют на воробьев. Он не проходил за свой богатый опыт, он не столкнулся с таким. А в Библии написано, это было у святого Иоанники, Эмилетия, два случая были. Собаки были. И он их вылечил очень просто, пошел и всех перебил. Представьте, монах идет с дубиной и колотит собак. Но сегодня такое будь с ломиком идет. Но явно, что одержимые-то не собаки, а ты одержимый, дурак. Я столько заплатил за собаку, она охраняла меня. Я не призываю, сохрани бог. Ну, я беру то, что здесь есть. Видимо, собаки были непривязанные, ничейные. И они выли, ничего не могли сделать. Не переначьте мои слова, а то пойдете сейчас лечить. Кто это сказал? Ну-ка, дайте я возьму на вооружение. Иоанники еще кто? Кто сказал, спрашивает? Какой святой-то это был? Иоанники. Его молитва у нас в молитвословии. Молитва святого великого Иоанники. Посчитайте, пожалуйста. Имилетия. Это два было таких. Молитвий. 13 января. Иринар, ростовский чудотворец. Он говорит, а в Москве ходят видимые бесы. А какие бесы? Поляки, говорит, ляхи захватили Москву. Ляхи. Когда позеваем, рот всегда ладошкой закрывать нужно. Вот так вот. Что интересно, затауз говорит, ты хохочешь, рот разделом. Не боишься, что тебя вскочит сатана. Не войдет, а вскочит. Поэтому верующий написано, верующий, он едва кротко улыбнется, а нечестивый смехи обнажает зубы. Сырахов. Да неужели так сатана на каждом шагу? Чего, как комара боятся его? Бойся хотя бы как комара, уже поможет. А ты рот раздеваешь, даже от комара закрываешь, а тут не закрываешь. Не надо там говорить. Есть такое, увидел, как рот крест сидит, и он обратился через это, стал верующим. У нас это не принято, но ты имею в виду для себя. Нет ни одного места, где бы его не было. И когда я увидел, кто не идет сатана, виден у него всякие приборы, может, кодила там. А куда идешь? Он говорит, на литургию. На божественную литургию дьявол говорит, ни одной литургии нет без меня. Вот и все. Почему? Да он особенно там и нужен, чтобы думать о чем попало, простые вещи не понимать. Очень просто даже. 17 января. Еще есть. А лекарство какое? Он отвечает, противник демону, бесу, тире, святая жизнь. Вот это запиши. Противник. 17 января кто? 17 января Антоний. Антоний, я не знаю, это Великий или другой Антоний. Видимо, повторный я взял из разных мест. У меня симфония составлена. 20 января, Ефимий. Тире, говорит, еретики, тире, видимые бесы. Захватчики, названные бесами, я не утверждаю, но просто мы обязаны это знать. Это в житиях святых, и никто не опровергает. 31 января Никита. Никита очень ревностный был, и дьявол его подкусил на этом, когда он в отдельности был. И он подсказал, что я завтра приду в таком виде, написано, дьявол подпустил ему благоухание, свету показал, и сказал, завтра я приду за тобой. И все, до свидания. Поехала крыша. Ничего не осталось от него? А что случилось? А ничего, бесноватый стал? Бесноватый? Так а что все? Ну, считай мы не об одном вот таком. Нифон такой. Друг ему говорит, что с тобой? А он на худые сообщества, там, в площадке ходил, лицо-то у тебя черное, какое февопа. А он этого не видел. И открыто было товарищу по общежитию там. И тот, когда глянул на себя, и ужаснулся. А дальше и дьявол начал ему делать. А что? Отнял веру, он проснулся. Бог. Это я вчера молился, да никакого Бога и нет. Да ты что, с ума сошел? Да что с ума-то сошел? Да кто его Бога видел-то? И стал как атеист доказывать. Но что интересно, не веря, уже потеряв веру, он продолжал молиться. Он не веря. Я молюсь тому Богу, в Которого не верю, Которого нету. Вернись тот Бог, Которого я верил до такого-то числа. И три года прожил, и вдруг вера вернулась. И чудотворец стал. И что ему Бог стал показывать? Вот как бывает. 1 февраля, Трифон. Когда изгонял из императорской дочери Диоклетиана, беса, и он говорит, а куда вы идти? Он рассказывал, он говорит, лезь в меня. Он так отшатнулся, сатана, видимо, какое-то пламя не за рта был. И говорит, демон отвечает, мы не имеем власти над всеми верующими в Иисуса Христа. Не имеют власти? Конечно, имеется в виду крепкая вера, подтвержденная делами, не пустословие. Еще 17 февраля Феодосий Болгарский. Кто не осознает, что у его жизни хуже звериной, тот хуже бесов. Его он служит бесом-рабом. Может быть, даже хуже бесов, но и доказательства какие-то, потому что ты выполняешь их волю, а не они твою. А когда человек верит, как Конан и Саврянин, 5 марта, то бесы выполняют всю работу. Они в огороде пололи, воду таскали, скот пасли, нанял работу. И где про него кто плохо говорил, они тех били, людей к нему притаскивали. Это одно такое житие святых только. 25 февраля Тараси бесы обвиняли его. Но обвиняли через людей, а ты виноват вот в этом, вот в этом, вот в этом. Накладывали на него вину. Он сотворил молитву и им говорит, бесам-то, я не повинен ни в чем том, в чем вы клевещете на меня. Бесам надо знать ответить. Ответить тогда, когда ты в этом не повинен. Бог допускает, чтобы человек какой-то взял целый список обвинений и к тебе их клеил. А ты за собой проверь, поблагодари Бога и видишь, этого нет, и бесу уже, не человеку, бесам ответь. Я ни в чем в этом не повинен. И благодарю тебя, Господи, что сохранил меня от этого. Житие святого Тарасия. 27 марта. Иоанн Прозорливый. Бесы докучали ему, опрокидывали вещи разные, а вечером приходили и говорили, прости, Ава, что мы искушали тебя. Какие добрые. Культурные. Прости, Ава. И главное, не матеряться, не ругаются, прости. 30 апреля. Яков Зеведеев. Когда он эти же слова сказал, ну вы обладаете мной, и беса знал. Беса говорит, куда я пойду теперь? Он говорит, да в меня залазь и живи. А беса отвечает, в твоем доме мы не смеем даже и муху тронуть. Муху. А уж побили бы, мух-то неплохо было. 5 мая. Феодосий Печерский. Не давали ему поклоняться бесы. Но он отбивал с этих счастыми поклонами. Оружие какое? Поклоны. Это оружие наше. Теперь. Ну-ка глянь, какая цифра стоит-то? 9. 9. 9-го июня. Кирилл Александрийский. Бесы видимые, тиры иудеи. Которые распояли Христа и прочее. Я уже третий нахожу там захватчики, там еретики и прочее. 10-ое июня. Виссарион. Он дошел в магазин. Человек продает, но теперь стал жить нормально, покупать, перепродавать, торгует там мобильными телефонами, все. Как живешь? Да слава Богу. Я теперь, видишь, и дети у меня учатся, все ходил, обол. Слава-то Богу. А скажи, а почему тебя змеи шею оббил, душат? У кого? Ну, у тебя, не у меня же. Какой змеи? Хватился и правда змей, а он не удавает душить. А ты знаешь, за что он тебе? За то, что ты обвешаешь покупателя. Еще раз обвесишь, он полностью задушит тебя. Он сразу все эти приспособления, которые там сделал, которые стрелку-то, водилец, сразу убрал. То есть это было. И бес в виде змея душит, а он понимает, астма у меня, да я не знаю, у меня аллергия на цветы. Аллергия. Тебя демон душит? Почему у нас в потеряевке аллергии не было? Ни у кого. Ну, урывки не было. Я говорю, у тебя аллергия на что? Да вот на цветы. Прекрасно. Я тебя вылечу сегодня. Я очень хороший врач. А как? Очень просто. Цветы вредные. Запоминай. От них аллергия. Ну и что? Ну, повтори. Нет, ты что-то придумал. Боюсь сказать. Так значит, со цветов пчелы больше меда в рот не бери. Цветы растут в поле. Коровы едят. Молочного ничего не бери. Ни сливочного масла, ни сыра, ни сметаны. Корова ест с нее мясо. Овечка ест. Куриц так льет. Теперь яйца далось? Да нет, это у меня, я не знаю, это не аллергия, наверное. Еще не лечился, уже вылечился. Всякие глупости придумали. Бог разе на зло сотворил. Цветы растут, это благоухание написано от цветов. Благоухание. А ты задыхаешься. У нас есть такие, были такие, которые говорили, от кошки аллергия. От кошки? А как? Не знаю, так в дом, если кошка зайдет, в обморок падает. Я говорю, ничего тебе, имя дали тебе и лев, а боишься кошки. Проходит какое-то время, перевозят мне кошку. С таким презрением, ну, потеряю кто-то. Только доехал, кошку забери, все перегадилось здесь. Я кошку, подожди помаленько, я вымою все. Когда отнес кошку в дом, теперь покажи, где? Ну, что, звонишь, что-то такая? Не, она на виду была, она же не могла тебе залезть под коврик. Покажи. Все обыскал, нигде ничего нету. Ну, может, волосинка какая-то упала. Ну, и где? А ты уже увидел, что она испачкала. Это у тебя выдумка, аллергия на матерки. Ничего, перетерпишь. Бог, у меня в камеру 70 человек, и все матерятся. А тебе надо молиться. И ничего, в один день привык. Хотя раньше ничего этого не имел. Я аллергия на табак. Так вот, зашел в таком расстоянии, людей не видать, тени колышутся. Вот такая вот, ну, вот такая КПЗ, 70 человек набьют, один на одном. И все курят. Ничего, перетерпишь. Бог, нашу аллергию, это очень просто убирает. меняет то, что есть, и мы в новой обстановке должны показать, на что мы способны. 8 октября. Пелагия. Когда он обратил эту Пелагию, она красавица была, блудница, да дьявол кричал, нонну, епископу, будь ты проклят старик, расхитил мои сосуды все. И понимали, она благоухала вся, а оказывается, сосуд дьявольский. Однажды она проходила, а юноши вокруг там колготятся, идут песнопения. Епископы сидели, беседовали. Епископ, как увидели все это, закрылись они, видят какую поганую красоту. А епископ, ну, он внимательно смотрит с ног до головы. Потом повернулся, а эти-то, скручило их, грехи, греховную, с плоть эту, не надо смотреть. А он говорит, ну и как, хороша, братья. Какая стать, какое лицо, а коса какая, а благоухание какое. Они на него смотрят. Вот это епископ. Все заметил. И все округлости, и все выпуклости. И спереди, и сзади. А потом полотенцем, а мочил полотенце слезами и говорит, вот, братья, я что подумал? Вот она, чтобы угодить этим людям, как она заботится о своей, как она бледет свою красоту. А мы душу свою для Бога так готовим или нет? Вот теперь их что, вторично скрючило? Нет. Да тут и оно. Пример-то взять везде можно. Ты посмотри. И он ее обратил к Богу. И он кричит на него, ты, будь ты проклятый старик, рассчитил мой сосуд. Можно я тоже подобный случай скажу? Идут монах и послушник. Дошли до ручья, там стоит красавица-девица в длинном сарафане и боится через ручей-то перейти сарафанзовым. Ну и монах, не размышляя, на руки ее перенес, через ручей поставил и дальше разошлись. И вот послушник с ним идет, и уже до самого монастыря дошли. Он говорит, нет, ну ты мне скажи, как же это так можно? Ты же дал обед, а сам к женщине прикоснулся. А тот так улыбнулся, говорит, ты, говорит, в стакане развел, говорит, бурю. Я, говорит, ее давно у ручья оставил, а ты до сих пор с собой несешь. Светлана Коповова поет. Ага. Да, есть такое написано. Я, говорит, ее давно не нес. Я нес, говорит, не женщину. Это маленькая, недосказала. Я нес не женщину, я видел человека, нуждающегося в помощи. Вот и все. Какими глазами и что ты вложил в это? В этом суть-то. Ну не понял, ну промолчи и подумай, погляди дальше. События все равно тебе это откроют как-то. 7 июля. Остеон. Ученик у него без благословения пошел воды черпать-то. Ну и подчеркнул, вернулся. Он глядит на него, а что с тобой? Да ничего. Болеешь ты? Нет, не болею. А где ты был? За водой ходил. А ты благословения брал, не брал? И давай, говорит, молиться. И только исповедь помогла ему получить исцеление. Дьявол вышел. Дьявол его там подцепил. Вот и все. Считаем, житие Семеновна, еродивого там. Вот он стоит и камушки бросает. Там Андрей еродивый такой тоже был. Люди говорят, совсем с ума сошел. Пройти невозможно, камнями кидаются. А собака поднесся бежать. Он в собаку как кинул и попал. Как она завизжала, перевернулась и пена из нее. Он говорит, я видел демона, который послан на перекресток, кто первый пройдет, того войти. Я вас знаю всех, я люблю, и поэтому я отгонял, и вас отгонял, чтобы вы не пошли. А собаку я не видел, она... Все. Это никто не поверит. Я когда читаю это, да что тут сказки какие-то читаешь-то? Я говорю, это житие святых. Это действительно соответствует действительности. 21 октября, Иларион. Задумался на молитве, на одном, на какое-то мгновение. Задумался. И вдруг почувствовал, как кто-то прыгнул ему сверху на шею, ногами вперед, и ударил по бокам его вот так. Ну что, говорит, овса захотел. А он всегда плоть свою назвал осел. Вот эту ослинную похоть надо выжимать из себя. И минутку только, он засыпился, он не может никак снять его. Потом кое-как стащил его, лукавый. И он стоял, и он понимал, что он отвлекся на молитву и куда-то поплыл. И когда мы молимся, дьявол, он не дремлет. Он смотрит куда, смотрит куда. И на молитве может так захватить. И спрашивает, а где вошел? Он говорит, во время причастия, когда они досойно причащались. И Бог открывает? Да, открывает. А кому открывает? Ты считаешь житие? Макарий Александрийский. Только один раз было открыто. Александрийский. Ему было открыто. Он стоит в храме и видит, люди причащаются. Все причастие, причастие. А он видит, люди рот развивают, а в это время эфиопы, демоны в рот уголь кладут. А причастие, которое батюшка дает, в это время незримо горит. Неизримо для людей ангельской рукой в алтарь относятся обратно. Поздравляем с причастием. С каким? Демонский уголек проглотил. Почему священники это не говорят? Люди идут, вообще ничего не понимают. Разинь рот только и проглоти. А написано так, говорит, многие больны и немало умирает. За то, что не рассуждают о теле Господнем. Не за то, что плохо молятся, недостойно причащаются. За это. Дальше. 29 октября. Иоанн Хазевит. Ну, они вообще с ним дурили просто беса. Все опрокидывали. Он ест. А в это время бес подходит, петь начинает. Хорошие слова говорит. Посмотрите, где бес сделал. Муху загнал. 27 октября, наверное, написано, да? Угу. Нестор. Бесы были в Севаче Лии. Вот человек одерживает победы на ринге. Его поздравляют, там президент сидит. Это Федор, какая фамилия? Емельяненко. Емельяненко. Чемпион мира неоднократный. И Путин выходит, а прямо на ринге его поздравляет. А его отдельно у него священник исповедует. Он ему и говорит, я буду еще бороться, потому что ну этим самым я побеждаю язычников свидетельства о силе Христовой. Он свидетельствует о силе Христовой, притом без правил. Это и бьют его, и душат. Что угодно делать, чтобы победу одержать. Это он о силе Христовой там свидетельство. А написано, ибо там Лии были бесы, потому он был такой сильный наристалище. Но один не выдержал Несторта. Пришел к своему учителю Дмитрию, а он в это время сидел в тюрьме и говорит, Лии, говорит, бьет христиан, вызывает к нему пытаться. А он берет, а внизу там копья наставлены, отверстие большое, он туда бросает, прямо их протыкает и все. Ты меня благослови. И тот его благословил пойти на борьбу. И он пошел и победил его. А он сказал ему, еще впереди было сказано, перекрестит сзади-то его. Он сделается как сноб. Он поднял его, поднес, а император смотрит, здесь его любимец был. И бросил туда из него душу, то сатана и взял сразу. Знаете, на копе, на щиты бросил-то. На шипы. И все, его тоже казнили. Ну, кажется, он убийца должен. Ну, из церковь казнила его. Казнила, канонизировала. 23 декабря, это я про Нифон-то говорил, Бесы говорят, хотя нам и нет пользы, но нам повелено искушать. Он говорит, какая вам польза-то? Вот на молитве, сбиваете мыслями. Они говорят, пользы никакой нету, но нам повелено это. Господь сказал, иди, говорит, и увлеки Ахавана погибель. Вот, другой путь, другая область. 22 апреля, Федор Секиот. Интересно, привезли больную, а ему павильона было, возьми бещу, полей ее, и бес вышел. У нас от крапивы выходит. 23 июля, Мария Магдалина, бывает беснование и не за грехи, а по проведению с большой буквы. Но я говорил, впереди, Златовуц говорит о стагирии, монахе. Необъяснимое явление, я говорил, местоправославные, когда они никак не соглашаются, ну, не дано. 14 ноября, Григорий Палама. Помоги просчитать, что тут написал. Григорий Палама. Одевал. Одевал. Такую рубашу. Одевался в такое рубище, что считали его бесноватым. Заплата на заплате, все не так, как у людей, и считали бесноватым. У людей как просто, ну, не так, как у всех. Так не должно было быть. Я специально на это сделал, нашел такое. И вот есть такое житие одно, Киприяна и Устина. В общем-то, они разные, но так как он был главный колдун Востока, и юноша в одного вошел бес. И он ее полюбил. Бес. И душу пришлось ему продать, подписать. Он ее достигнет, она с ним согласится, а полюбил христианку. Ну, и пришел, где бес-то легко наглудто, разожжетый. Он к ней, а ему сказал, ты время от времени проходишь, чтобы она тебя в окно видела девушка-то, парня-то твоего-то. Ты его полюбишь. Она перекрестилась, и ничего не может. А он душ-то подписал, он спрашивает, ну и как? Да никак, она на меня даже не смотрит. Он вызвал тогда сатану, и говорит, так и так, я все сделал как положено, бес, а она никак. Таких мы миллионы свели. Завтра в это время она спать с тобой будет. Хорошо. И в ней, он подошел, у ней кровь клещом забурлила. Ничего не хочу, кроме этого юноши. А она верующая, она на молитву, она поняла сразу, от кого это пришло. Она на молитву, а он никак. Он сделал, поднимает и увидит птицы, чтобы перед окном, она там в втором этаже, наверное, была где-то. А она силой молитвы, то он грохнулся на пол. Силы-то отняты, бесы-то разлетелись. Ну и он пришел и говорит, а она на меня смотрит, в капки смотрит. Это уже сверх всякой силы. Ну почему? Киприан-то ей душу-то подписал. Ну почему? Ты же всегда делал. А потому, что она имя распятого и воскресшего призывает. Ну и что? Да потому. Да к осииме его призывает, и ты не можешь еще сделать. А что будет, когда он сам придет? Ему так не понравилось. Он схватил Киприана и давай душить. Колдуна-то. Он кое-как вырвался в храм. Из храма не выйду, пока крещение не придадите мне. А крещение колдуну, кто будет преподавать-то? Ну он, мне нельзя выйти, он меня задушит. И когда молились, это рукописание, которое сам-то он продал, падало сверху. И когда принимал крещение, купель окрасилась кровью. Это будет святой, уже через два года, кажется, он был епископом. А потом умрет мученический за Христа. То есть иногда бес подбивает людей на худшее, а Господь управляет на высшее. Ну а это так лоит юноша, он так и остался неверующим, нигде неизвестно. Так, теперь еще чуть-чуть покажу. Большое занятие, но надо прослушать будет. Родоначальники всех религий, как правило, бесноватые. Родоначальники. Показывают, какие там где были. Вот много об этом о Мухаммаде, много Сысоев, как говорит об этом, согласно только книге. Хабард, Виссарион, Уайт. И это бывает или от удара от какого-то, или поднял, вот как ванга. Она бесноватая была, ведьма. А ей верили. Верили, но она только узнавала, как правило, об убийствах, о удавленниках, о революциях. Вот это вот. Дальше она не видела и не знала. У церкви четкое указание. У меня знакомый, по этим есть, я его знаю, Дуров, дрессировал собак. Я знаком с дрессировщиками, я вижу предел этого, как много времени. А он буквально, с собака до обеда, и она уже все выполняет, все делает. Это не от человеческой мудрости. Это демоны входят и могут делать. Есть такая одна у нас ролик, с собаками, что вы... Я по сегодняшний день не могу поверить, что это можно так адрессировать. Сережа смеется на доме. Понимаешь? Невероятно. Это невозможно. Дальше. Идолопоклонники. Все называются бесноватыми, одержимыми демонами. Вы знаете, бесноватый фюрер, Гитлера называли, бесноватый хрущев, это бесноватые люди. Сталин, Ленин. Это все бесноватые, одержимые демонами. Но беда в том, что одержимыми вместе с ними и народ. Народ поверил их лживым идеям. И они пошли. И поэтому дальше, через 20 лет, уже не в 17-м, а в 37-м, этот меч опустится на них. вот дети кричат в школе. Я неоднократно слышал. Потеряете даже. как они кричат во время перемены, как они прыгают. у меня есть такие, которые рожи строят. просто строят рожи непрерывно. Из одной семьи, из верующих детей, у меня сейчас в лагере. А за столом всякие рожи изо рта строят. Это очень-очень нехорошо. Нехорошо настолько, что даже думаешь, нехорошо. человеку это не свойственно. Человеку свойственно как? А вот как и мусульман, как они ведут себя? Я это видел, значит. 1600 километров мы проехали по Турции. У нас опыт. Мы видели, как одеты женщины, взрослые, пожилые, молодые, все одинаково. Значит, они держат в руках все. Вот только лицо, видать? Платье у всех дает. Ну, вы видели, как мусульмане одеваются? Где бы ни было, а рядом на берегу, там разные кемпинги, туристы приезжают. Там и то уже прилично. В магазине полураздетые в трусах не придут. Они умеют держать. И женщин, и мужчин. У нас почему? Потому что они занимаются этим. Совершенно. Один молится. Настоятель ему говорит. Мы молились в храме долго, ты сейчас не молись. Это надо идти на работу. Я молюсь. Со своей работой не лезьте ко мне. И он говорит, ты кончишь сумасшествием. Сатана войдет в тебя. Так и случилось. Он говорит, брат, этот не работает. Его за стол не надо пускать. Иди, зови его. Он кинулся на него и чуть не убил. То, что отрывает его от молитвы. А если ты молился, молился, слят Бога. Звонок никакого. Я вышел, пошел. Мне еще Бог допустил, Бог знает. Я никуда. Это правило я докончу. Главное для меня это человек. С этим человеком я должен переговорить, или телефон снять. Поэтому мой телефон. Церковь включен. Я только не заношу его там, прихожий держу. Никакого переживания нет. Господь знает, я Ему доверяюсь. Потому что непрерывно идут звонки. Вот вчера один звонит. Когда же вы прийдете в Санкт-Петербург? Мы же думали. Вышите мне все книги. Только в октябре. Только епископы разные звонят, заходят, которых я в глаза не видал. Но заходит такое время, когда мы совершаем правила. Ничего. Я сразу переговорил, ответил коротко. Я говорю, мы на молитве. Говорю, я и не знал по-другому. И на душе никак не отрывается. Я молюсь, а он меня срывает с молитвы. Никакого переживания. Вызвали. Дали послушание во время богослужения. Батюшка даст послушание. В деревне дежурить. Ну и слава Богу, буду ходить и молиться. Я сегодня говорил, как считают Господи помилуй. Иногда считают с гневом. Я человеку этому говорю, находясь с ним рядом. Я говорю, ты Господи помилуй, почему так считаешь? Так как? Господи помилуй, Господи помилуй. Как будто Бога за грудки взял. Ну разве так считают? Златоуз говорит, прося чего-то у начальства, от которого зависит что-то, мы и выражение лица меняем, и голос умильным, и склонимся перед ним. Ну пожалуйста, ну сделай это. Ну я прошу тебя, у меня вот один сын, иначе он погибает. Мы же так просим, то ты с Богом как разговариваешь-то? Самое драгоценное помилование, выпрашиваешь, я не могу тебе обложить это в уста. А как ты молишься? Да кто его знает, как я молюсь? Я-то думаю, ну ладно, а может быть и не ладно. Ну только с умилением написано глаголище, слова Сии Господи, помилуй. Да постой маленько, подумай, хоть один грех перетряси. Вот от этого помилуй. Гнев подходит. Прости. А гневливый человек, гневливый человек, он долго помнит зло, уподобляется демону. Это одержимость. Сказали когда-то, те 10 лет назад, это мусолит, это чистое беснование. А как тебя избавиться? Забыть, стереть, попросить прощения и веселый будь ходить. У бесноватых лицо веселое не бывает. Они лишены всякого юмора. А что, юмор божественный? Да, конечно. Бог допускает, чтобы мы сгладили эту обстановку. А разве это может? Очень даже просто. К Антонию Великому пришел издалека один, я слышал, как он подвизается. А он в это время сказал, и монахи рассмеялись. Он так соблазнился, такой и дальше шел, поискать строгую жизнь настоящую. А тут смех раздался, монахи смеются. Он посмотрел, ты, наверное, брат, соблазнился. Ну, скажи, и что скрываешь-то? Ну, соблазнился, что смеемся. Ну, да, я слышал у вас так строго, по-настоящему. А куда знаешь, как по-настоящему? Он ему дал лук, а лук гнется через колено. Он говорит, ну-ка, ты знаешь, что такое лук? То есть я хохотником был, знаю. Ну, согни, он согнул его. А дальше, ну, это для сильного человека будет. Его уже простой не натянет. А еще дальше, дальше нельзя, он говорит, лопнет. Он согнутый, я его переломлю. Вот так и человек в характере. Иногда нужно сказать ему веселое слово, только соответствующее действительности. Вот и все. Это мы из опыта уже узнаем. Это действительно так. Это действительно так. Ты внимательно приглядывайся вокруг, смотри. У птиц, у животных бывают минуты, когда они радуются. Играй с собой или встречайся. А ты человек. Встретился, улыбнулся, обнял, поцеловал. Узнал что-то. Меня частенько спрашивают, а вот этот человек, а кем он работает? Понятия не имею. Ну как, вы сейчас по радио, по скайпу говорили и выставили там, наверное, около часа мы беседуем. Андрусенко Александр и парализованный Сергей. Такой ролик получился. И вы не знаете, кем он работает? У него борода благообразная такая. Не знаю. Странно. Ну а кем хоть работает? Какая семья? Не знаю. Я знаю, что он добрый. Он узнал про меня и сразу 200 тысяч переслал. Ничего не спрашивая, просто дал и все. И вы не спросили, нет, а зачем? Я благодарю Бога, я деньгами распоряжусь, как надо. Я говорю, а если куда я отдал, вы сами распорядитесь. Это Бог делает. Я никогда не скрываю, какой зарплата, сколько, какую-то тайну из этой делают. Тайну из своей зарплаты делают люди, которые воруют, как правило. И боятся, что у них попросят. В это 90% причин. Пенсию боятся сказать, там жена, сколько у нас, Женя Никитина, она никогда не скажет. А тоже узнали на другой день, я уже узнал, сколько получают. А почему? Она говорит, я кладу десятину, 7700. А Лена Барабаш говорит, никогда такое не было суммы. Не было. То есть обманывают, а за этим ложь идет. Приехал Терентий. Я вчера его, позавчера он был, могу ошибиться. За столом сидит. А сколько ты получаешь? Обычно такие люди, кто скрывает, говорят, да по-разному. Ну все-таки, да, Бог знает. Ну все-таки, да мне хватает. Я говорю, у меня 5500 рублей. 5570 рублей. Какую тайну делать-то? Я Терентий спросил, он тайну не делает. Говорит, ну по-разному, месяца разные. Бывает от 17 до 45 тысяч. В Барнауле. В Барнауле 45 тысяч, это довольно прилично, я скажу. Это, ну не на дороге. Алтайский край, один из самых мало, низкооплачиваемых где-то. Я у тебя просить не буду. Я знаю, что он действительно, ну будет платить, не будет, это его касается. Есть тут барабаши, кто нет? Они уехали. Они уехали. Ну я говорю, то что они были дома, присутствии говорили. Мне это не надо. Тебе это надо, тебе. Ты открой это все. Это прозрачность доходов. Сколько Путин, знаем, он получает. Все до одного обязаны прозрачный доход. Ты-то еще из этого тайну делаешь-то. Он знать очень просто. Сейчас только написали, элементы платить не платят. И сейчас оттуда ответят, сколько, чего, за сколько месяцев. Там испытывать долго не будут. Прямо со своей работы ты ответят. Они не имеют права сказать, сколько на сберкнижке. Вот это тайна. А которые в руки дают, тайны никакой нет. Ты не один получаешь. Рядом стоят люди, товарищи все знают, соратники, ну кто там работает. Я говорю для того, чтобы вы для себя что-то имели. А когда ты открыто живешь, тебе очень часто приходит мысль веселая. у тебя все свободно. Вот труд называется. Это обработка виноградника души. Римом 16.20 записали или нет, не знаю. Это очень сильное обещание. Бог говорит, вскоре сокрушит сатану под ноги ваши. Вот так. И вот хотел показать немножко вот эту книжицу. Прибавление ума. Учиться не надо. Акафис считать. И вот составили этот Акафис. Я попрошу, ну вот тут крупно, хотя, но с другим голосом. Вот он этот Акафис. О прибавлении ума. По благословению кого? Высокопреосвященного Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, патриарша, экзарха всея Беларуси. То есть это очень большой человек всей Беларуси заведует. И вот теперь маленький, немножко, это вам просто сгодится. Я думаю, дай-ка я узнаю, просчитал это, а как он возник, этот канон? А вот прочитай. И когда? Канон иконе. Иконе. Любой, кто прочитает это, и скажет, вы настоящие идолопоклонники. Даже не Божьей Матери. А спрашивают, почему не Христу? А написано, у кого не хватает мудрости, да просят у Бога, которого дают просто и без упреков. Я буду упрекать. Как же ты в школе-то не учился-то? Ты такой здоровый дубина, этого не знаешь. Я всех спрашиваю, как звать велича Чернышевского? Никто не знает. А почему? Он сказал, счастье выше, тем выше, чем большему числу людей ты приносишь счастье. Вот. Счастье от того зависит, как большему числу людей ты приносишь счастье. Ты можешь его не знать, а все-таки интересно. Я вам маленькую загадку. Вот слышите дальше. Мудрость. То есть вот это все? Да-да, вот это прочитаю. Это крупно. Послушайте. Сохранилось старинное сказание о появлении чудотворной иконы Божьей Матери при убавлении ума. При убавлении ума. Икона Божьей Матери ни о Боге, ни о чем речь идет. Как нас не обвинять в удалопоклонстве-то? Ну, кто-нибудь молился иконе при убавлении ума? О, молилась она. Ну, слава Богу. Теперь читай, что это такое. Пойми. Ну, я ее в глаза не видела. Просто вот это читаю. А, икона, знаешь. Ну, главное, чтобы не лишилась ума. Дальше. В ближайшее время после патриарха Никона жил в Москве один благочестивый человек. Так, благочестивый человек и после патриарха Никона, понимаете, это для всех интересно. Он тогда не мог решить, потому что соборных решений не было. Как правильно там? При Иосифе или при Никоне? И вот этот человек что? Много он читал книг церковных Иосифовского времени. До Никона, который был патриарх. До реформного. А потом стал читать книги, исправленные патриархом Никоном. Перепорченные, скажем. Не исправленные, а перепорченные Никоном. Начитавшись тех и других книг, стал он много думать и размышлять. Будет ли он прав пред Богом и каким книгам нужно следовать ему, чтобы спастись? Вот вопрос-то какой? Богу нужно только трафаретно вот так вот сказать, а что из тебя идет молитва. Святые-то, какие же люди были, писали. У тебя своей молитвы нету? Это как-то Саша Болотов из Новосибирска такой, приехал к нашей Дусе. Она берет-то. У вас помолиться некому? Как я могу? Икон нету. Дусе побежала в стенки, иконы притащила. Сразу на окно. Вот теперь дело другое. Теперь. У меня был епископ Силан. Вы его слышали, знаете такого. В гостях был. Нититина, 147. Квартира 2. А у вас иконы-то? Не иконовские. Я недолго думал, из другой комнаты понатащил. У меня старая бряшка, их много старинная, деревянная там, железная. О, дело другое. Он помолился. Я за стол. А нам нельзя с еретиками есть. То есть у меня он в доме. Нельзя с еретиками. Так я говорю, не буду есть. Я только подавать буду. А нигде за это. Нет осуждения. Ты бы молились, а я не подходил, чтобы вас не осквернить. То есть я совсем согласен. Ну, я не знаю тогда как. Я говорю, знаешь, выкобениваться-то нечего. Голод будет. У меня вот помойное ведро, и будешь рядом сидеть и есть. Я не ожидал, как он. Ну, тогда он что сделаешь? Тогда, видно, вот так и придется. А так интересно. А он был в Австралии. Где-то они в каком-то, я не знаю, были, монастыре или доме. Но дальше одинаково. И наши птихи епископы. Они вместе там пельмени сидели за столом, ели или стряпали. Блины, блины. Блины. Они монахи обык. А, ну-ну-ну-ну. Значит, я пятое-десятое слышал. Но главное, чтобы были вместе. Вот слушай дальше, что с этим благочестивым было? Долго он думал, но решить вопросы не мог. И сошел с ума. Сошел с ума. И пишет об этом человеке благочестивый, это явно, что не во вред. И дальше все. И сошел с ума. А, значит, отсюда вывод первый. Он не делает этот вывод. Я делаю вывод. Канун принятый. Равно спасительное, когда еще и Никон сказал, и те, и другие. Да молитесь вы не в этом дело-то. Ни тот, ни другой Библии-то не касался. Нигде. А не только два, лилуи, три и прочее. И смотри, что дальше было. А лишиться ума это не просто так. Это что-то. Когда возвращалось к нему сознание, он молился Божьей Матери, чтобы она возвратила ему разум. Почему не Христу? Когда Писание прямо говорит, не хватает, да молится. Почему? Это говорит о том, что благочестивые люди другие, это Христа не знали. Не знали, как должно. Они вот знали. Знали псалтырь только, который церковь считает. И что дальше с ним? По его молитве последовало ему видение Божьей Матери. Царица Небесная заповедала ему написать образ в том виде, как она явилась ему. У нас подтвердить нечем. Он без ума. И когда возвращался, и ум или нет, не знаем, и что ему там говорила Божьей Матери, или кто-то, мы должны теперь безусловно верить, ничего. Проверить-то не на кому. Во-первых, неизвестно где, и сохранилось только предание. Ну и прочее. Это все ни на чем. Даже на дыму не написано. Это образно сказать так. Братьям Бонаренко написали разные сказки про зверей-то. Ну, к людям-то. Бобер живет где-то, пришло время жениться. А вороный карк твоему, тебе уже совершеннолетие пришло. А там внизу по течению бобриха одна живет одинокая. И он думает, напишу я ей письмо. Взял прутик и по воде написал. Я бобер. Выходи за меня замуж. Точка. Я хороший. И письмо поплыло. Вопрос. Доплыло ли это письмо, когда по воде прутиком написал? Но письмо осталось безответное. И он подумал, что же она мало знакомая, за кого попало пойдет. Он стал говорить, я заготовил всего бревнышко, как уже нагрыз. Нам на зиму взаимно. Как было бы, до друга поддерживали, благочестивые, молились бы там. Все рассказывать. Не пришло. Да, наверное, поздновато. Уже залегла спать. И он на второй год пишет. И третий. Уже и борода седая. А ворона говорит, а что ты не женишься? Да жду письмо от Бобрихи. Так она, говорит, уже третий выводок выводит, говорит. С Бобром, с каким. А ты третий год ждешь ее. Так я же письмо писал. А как ты писал? Прутиком по воде. И вот мы это все, я смотрю, это прутиком по воде. Бобриха, садись рядом. Письмо мой нашел тебя. Ну ладно, иди с Богом. Давай. Славь тебе. Молиться пред Ним и обещала, что если Он исполнит это, будет здоров. Понятно. О Боге, о Христе вообще речи никакой нет. И при том, молиться перед образом. Если бы Божья Матерь сказала Ему, ну ты помолись, смирись передо мной, я тебе умолю сына моего, и Он разрозит тебе разум. Ну хоть как-то сгладить страницам писания. Никак. И это пишет митрополит. И 10 тысяч экземпляров. Я думаю, на Украине очень много ее читали. С ума сошли все. Друг на друга подняли меч православный на православных. И что сейчас сообщают? А вообще ужас какой. Донецк захватывает. Заходят. Ты за кого голосовал? Ты заголосовал за эти? Ну да, я же на площади был. Вы будете тут же во двери расстреливать следующий дом. Подряд всех. Ну, что это? От кого это? Что непонятно-то? Ясное дело, что сумасшествие и беснование идет. Даже Лукашенко. Ну, я проехал много. Лукашенко, вот как правит, мне больше всех понравилось. И всех правителей, каких видели. Батька. Вообще. Все работает. Никакой, нигде простой. Будто предприятие сохранил, сельскохозяйственное. И ни одного нету кавказского национального. Ни одного нигде нету. А я до Дальнего Востока проехал. Везде работают эти чернобровые витязи. А наши под забором коротают ночь. Смотри, что. Человек тот был иконописец. После видения, когда прояснился рассудок, он все время уходил и прояснялся. А в какой момент писал-то? Откуда нам проверить-то? Он принимался писать образ Божьей Матери. Но так как видение было кратко, то он забыл, как писать образ. Даже в уме, когда приходил, и то забыл. И теперь Акафис этот надо считать о прибавлении ума. Как Амброси Юрасов говорит. Ну, вот выходите в церковь. И постепенно будете слушать, и постепенно церковно-славянский язык будете знать. Почему же иностранный язык так не учат? Это иностранный язык. Я помню, встретился, когда с Александром Ивановичем Устиновым, в Искитине они жили-то, я впервые увидел толкование откровения. Но оно оказалось на церковно-славянском языке. Я не посчитал за препятствия. Достал книги, все, и перевел эту книгу на русский язык, ну, а дальше уже расширять составы. Учить надо, а то стой, и как-то, само собой, щелкнет у тебя что-то, и ты будешь понимать. Ну, сколько лет ты ходишь, рот закрывай, комара злотнешь. И надо знать. Мы что-то можем знать, что-то не можем. Я скажу, что толковно-славянский язык для нас он как иностранный и даже более опасный. Потому что слова, которые там, они встречаются в русском языке с другим значением. И в животе, говорит, узрим себе, в каком животе? Там ничего в животе нет, кроме того, что ты съел. Ну, слово живот, оно имеет сколько значений-то. И я такие слова называю, говорят, выну. Ну, молитва выну. Я говорю, что вынешь-то? Вот я из кармана, а я выну. Ты это знаешь? Ну, да. А сейчас, которые считали в церкви, выну. Законного выну предназначаем моими. Выну означает всегда. Один перевод. Всегда. Тебе это надо, выну? Нет. И так вот оно, прибавление ума. А дальше в конце, не надеясь на прибавление ума, маленький словарик церковно-славянских слов будет написан. Вот он напишет. Еще один раз весны. Вот. И тут слова и на втором. То есть, прибавление ума не помогло знать славянский язык. Добавили словарик. И так, конечный результат. Молиться Богу искренне, да избавить от лукавого. Изгнать всякую обиду. Обида не христианское дело. Повторим про себя. Обида не христианское дело. А почему тогда подходит? Потому что не умерло плотское ях. Когда спросили Захария одного, и говорит, а как понять ответственность? А у него камилавка, больше ничего нет. Ну, шапочка-то. Он его на пол бросил, ну, давай подтаться. Вот так, растопчи себя. А другой, как у Памбы, говорит, вот это что? Он говорит, кладбище. Ну, там памятники хорошие есть, очень хорошие. А вот это кто? Ну, это прокурора похоронили. Вот иди и говори ему самые хорошие слова. Он подошел, да как теперь жить будем без тебя? Да никто не разрешит справедливо суд. И ну, все, все высказал ему. Вернулся, устал. Говорит, молчи. А теперь говори, да ты кровопилец, город хоть отдохнет немножко. Как ты судил паразит-то? Какие взятки гадина брал? Тебя распять мало, тебе сжечь нужно было. Да на сковороде, как карася жарит. Вот что, знал, все ругательства собрал, ну, такие литературные. Пришел молчить, вот такой ты будь. По хвалу, говорит, там ложь, приемля равнодушна, не оспаривая глупца, как Пушкин писал. Это первое. Забудь. Забудь про это. Своё я похорони, и жизнь будет такая, тебе по-другому покажется. Интересно, красиво. Представь себе, я приезжаю издалека, такую даль еду. И в это время директора нет, а заместителя, а без директора я не могу ничего сказать, ни принять, ни книги, ничего нету. А в это время какая-то там ложка-бложка выскакивает. Так это вы, лапкин, это я слышала, вы против коммунистов поюете, а у нас тут КПРФ. Я ничего не могу никому ответить. Ну, помолись, а где директор? А директор неизвестно, когда будет. Мы вышли на улицу, давайте помолимся. Является директор. Оказывается, вся вот эта шошка-сошка похожа на неё. Она ни в какую. А рядом Ленина, другая полка, Энгель Сталин. Сейчас, в настоящее время. А мы-то молились, я стою, смотрю на неё, что она будет. А рядом видно, то ли её племянница, или кто прям подзуживает её. Ну, посмотрите хоть один раз. Ну, понимаете, я слышала, там всё хорошее, у нас такого нету. Ну, ладно, несите книги. Теперь я занёс, засняли это всё, снимаем. А она забыла про то, что до этого говорила. Она книги моей высшей Карла Марса и Энгельса ставит. Да к выходу. Да мало того пишут, сообщают, книги вашего самого выхода и другим говорим, чтобы популярность создать. Пожалуйста. И судить по одной минуте, как они приняли, и которые заместители, никак нельзя. А так бы сказал, да пошли бы с вами разговаривать. У меня очередь стоят, а я буду с вами. Нет. А вот тут трудно, здесь дьявол заблокировал, заткнул, а мы прошибём. Мы будем работать. спрашиваем, а где лучшие люди относятся. Лучше всего относятся там, где нет священников. Я страшные слова говорю. Но где есть наши священники, наши, нас знает, принимают выше всех. Вот представьте, мы приезжаем где? Португалия, Лиссабон, вообще, Атлантический океан. Вообще не знаем никого. Находится человек, португалист, который подводит нас к храму. А ехал, крутил, крутил, крутил по городу. Столичный город. Оказалось, престольный праздник, и там был отец Геннадий два года или год назад. Отец Геннадий ввёл уроки и подчёркивал, что он обратился у Игнатия Лапкина в доме, и он для него духовный отец. Там в авторе сказали, Игнатий Лапкин приехал, а они с запивкой с просфорами наружу, а я не прищищался, ничего это вытаскивают. Тут же меня на проповедь. И один встал с тарелкой, всё это заснято у нас, можно видеть. Вот люди издалека, кладите туда. Он маленько поставил 250 евро, но умножай на 50. То есть это лучшие моменты. Вот как у отца Наума, у отца Кирилла в Москве, у Наума в Тбилиси, где люди, люди, где священники обратились. Но надо принимать всё и хорошее, и плохое. Я думаю, мы сейчас помолимся о том, чтобы нас не навала эта чума, что у Бог сокрушил сатану под ноги наши и не допустил его сюда. Потому что вполне может стать, что у нас будут ещё новые жители. Батюшка недавно мне и говорит, конечно, вот уехали люди и хорошо, что уехали. А почему хорошо? А представь, вот он сейчас горбунов здесь и Павел нас здесь и каждый день и сколько ж мы позор ухлебнули. Представь, Саша Муха не выехал. И что бы здесь было? Ну, маленько-то вперёд глянуть-то. Вот и всё. Поэтому вначале кажется не так, а потом время проходит и ты видишь. А про этих людей мы слышим, они теперь вдали и они не стали ни на той ступени, где были. Они стали намного хуже люди. Но он не может другим быть. Дьявол трудится и Бог трудится. И помолиться за то, что есть люди и что приходят и чтобы в глазах людей мы выглядели небесноватыми. Что между нами ничего не было. Я хотел сказать, Игорь, тебе это. Девочки приезжают здесь по путингу, где они во дворе играют, не притесняйте их. Во дворе. Я иду там без потка, они там качаются. Это за пределом, только в пределах улицы, чтобы они надевали. А во дворе где-то они там, мы никогда во дворе не смотрели. У себя или у другого. Так что они у меня увидели, я проехал, и я не знаю, может быть, они смутились. Мы никогда не говорили, что нельзя без потка выйти. Говорили только о улице. Я уточняю. Так что ты... Ну я их сам, просто чтобы и дома хотели. Да, я тебе очень верю. И ты им скажи, что вы себя не чувствуете стесненными, когда пришли к Надежде Васильевне там на качеле или где-то внутри. Но проходите по улице, наденьте тут минутка одна. Пошли на поле. На поле нас не касается, что... Но когда подгоняете деревню, наденьте и все. Это наше правило. То есть так мы на растерзание не имеем права отдавать никому. А остальное ты свободна, но только зная на солнце, тебе не полезно быть без потка. Можешь получить удар солнечный. Понятно? А то я не сказал, я увидел, и увидел, что... мы помолимся о будущем и о настоящем, чтобы везде и между всеми был мир и любовь. Сатана не любит мир, он любит войну. Война пока мирная, но она может перерасти, как украинец. Считай, даже страшно. Благодарю за это. Достойно проповедь. Здорово, плачься, капа, и седу, блажей, тя Бодародицу, признавлаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую Херубин И славнейшую без сравнения серафим, Без искрения Бога Слово рушую, Сущую Богородицу Тебе речаем. Кто хочет помолиться? Отец наш небесный, Ты единый вечный Бог. Не любящий зла, и у Тебя не водворится злой. О чем мы рассуждали? О Твоих предупреждениях, Чтобы мы сохранились Твоей силой и Духом Святым От лукавых духов, сброшенных с неба, Чтобы не было среди нас бесноватых, Одержимых, лишенных разума под умышлением демонов. Будь милостив, сохрани эту местность, Найди новые души, любящие уставы Твои. Установи мир на Украине и в Сирии. Жалься над народом, не знающим Тебя, Обольщенным призывами лживых вождей, Ибо дьявол есть человек, убийца и ложь. Чтобы никакой лжи у нас не было, Мы в Сирии виновали о духовном рождении, О водительстве Духом Святым. Прибудь с нами. Благодарю Тебя, что позволил нам возвратиться в это место и жилищем нашим. Это Твоя милость. Воздай всем добром, кто помогал нам. Пролей милость Твою и навраждующих против нас. Примири их с нами. Мы нуждаемся в этом, Боже. И бессильны. Ибо ожесточившийся брат делается, как неприступная крепость. Помилуй нас, дабы никто не оказался опоздавшим. Но все мы оказались в Царстве Небесном во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Почему брала? Не проси, не выбывайте, как здесь у нас. Вот этот мой. Как здесь у вас? Что? Привет. Видео будет. Субтитры делал DimaTorzok